...курса, касающийся теплоснабжения, прежде всего горячей воды, естественно, то есть того, что, как вы знаете, в составе оплаты за коммунальные жилищные услуги представляет из себя самую весомую часть. Одновременно это одна из самых сложных частей для нашего понимания, и поэтому мы регулярно приглашаем крупных специалистов, которые могут объяснить на понятном гражданском языке хотя бы схему того, что из себя представляет теплоснабжение, снабжение горячей и, если надо, холодной воды, а также в дальнейшем и каким образом ее рассчитывают и где сидят обсчеты, обмеры и обвесы ресурсоснабжающих организаций. Но прежде чем мы приступим, прежде чем Игорь Владимирович Кузник начнет свой увлекательный рассказ, рассказчик он прекрасный, я бы хотела вернуть нас не получится. Мы подготовили, но на следующий раз, когда у нас интернет будет более покорным, мы покажем схему назначения или определения цены с помощью ресурсных экономических комиссий. А сейчас Игорь Владимирович Кузник расскажет нам, будучи и специалистом в сохранении денег, с помощью счетчиков, в том числе не только тепла, но и воды, но и газа, Игорь Владимирович Кузник расскажет нам, почему, как устроено теплоснабжение наших городов, потому что без этого понимания вырвать вот один дом и одну квартиру можно, но не будешь понимать и знать ничего, вот и почему наша горячая вода самая горячая в мире. Пожалуйста, Игорь Владимирович. Спасибо. Добрый день, уважаемые граждане, коллеги, друзья. Я кандидат экономических наук и тема моей диссертации, как это ни странно, целиком перекликается с этим, как и называется, метод управления энергоэффективностью централизованных систем теплоснабжения. Прежде чем я хочу поговорить сегодня, начать разговор от печки, от того, что мы платим, за что мы платим, почему так платим, можно ли платить меньше, как сделать платежи меньше, что в наших силах, а что в силах не наших. Ну, то есть уже государство должно на это влиять. Ну, давайте мы со слайда начнем. Значит, кто захочет со мной опять пообщаться, ну, любимое у нас средство общения это почта игорсобакакузник.ру. Какие-то статьи мои есть на сайте моем кузник.ру. Ну, а Саяна здесь, потому что я руковожу компанию Саяна, она производит счетчики воды, газа, тепла. Потом давайте следующий слайд. Меня попросили несколько слов с терминами, вспомни, термины определения некоторые, я, собственно говоря, те, которые попросили, те и вынес. Если по ходу нашей беседы выяснится, что вы не понимаете какое-то слово, вы просто остановите меня, попросите, я обязательно поясню слово. Потому что профессиональная терминология, это все-таки профессиональная, ее нужно хорошо понимать. Итак, значит, тариф. В нашем понимании, в сфере нашей беседы, тарифом понимается система ставок за услуги, то есть некая официальная утвержденная цена за товар. Представьте, что мы завтра придем в магазин, а государство будет определять, утверждать тариф на колбасу, допустим. Понимаете? И, соответственно, как было в Советском Союзе, колбаса любительская, там 3.12. Вот. Поэтому у нас есть тарифы в системе централизованного теплоснабжения. Цена. Классическое определение понятия цены – это количество денег, за которое продавец согласен продать, а покупатель согласен купить единицу товара или услуги. Здесь мы с вами в плохом положении находимся. Наши государства и наши теплоснабжающие организации, конечно же, здесь забывают о слове согласен купить. Понимаете, да? Вот здесь нашего согласия шибко никто не спрашивает. Почему не спрашивает? Как сделать так, чтобы спрашивали? Об этом тоже немножко поговорим. Дорматив. Ну, это некая величина расчетная. Придумана она в свое время была проектировщиками, потому что, ну, представьте, допустим, мы с вами должны отопить здание, да? Значит, проектировщик должен для этого проложить трубы, насосы, рассчитать гидравлические режимы, температурные режимы. То есть, ему нужно понимать, сколько, собственно говоря, человек потребляет горячей воды. Если мы говорим о горячей воде, сколько нужно в это здание завести тепловой энергией, чтобы в помещении стало плюс 18 или плюс 20. Ну, понимаете, да? Поэтому появились такие понятия, как норматив. Это очень удобно для расчетчиков, потому что они быстренько за это схватились. Зачем нам счетчики и тому подобное? Есть же норматив, мы все будем считать по нормативу. Ну, и объем потребления, значит, объем потребления установленный, ну, ресурса какого-то, допустим, еще горячей воды, объем потребления, это объем потребления установленный либо по показаниям счетчика, либо... Дальше, да, либо по показаниям счетчика, либо... Я-то ориентируюсь на динамику этому. Либо по показаниям счетчика, либо все-таки, если счетчика нету, каким-то другим способом, в том числе, может быть, по нормативу. Хотя норматив – это средняя температура по больнице. Ну вот, с термином определения определились, извините за тавтологию, давайте перейдем сюда. Итак, давайте рассмотрим теплоснабжение для начала в физических формулах. Значит, на вводе в здание под централизованным теплоснабжением понимается, когда нам с вами подается вода, нагретая в трубопроводе подающим, которая имеет какую-то температуру, проходит через теплопотребляющие установки, ну, по-простому говоря, батареи в квартирах, остывает там и возвращается назад в тепловые сети с уже остывшей водой с другой температурой. Так вот, энергия, которую считает теплощетчик на вводе в дом, классический теплощетчик, как в общем мире, это масса теплоносителя, которая прошла через весь дом, и умноженная на разность температур. То есть, была температура в подаче, минус температура в обратке. Мы только что с вами проверяли, правильно ли там люди считают по вашим платежкам. Это энергия, которая на вводе в здание. В здании, как мы уже с вами поняли, энергия излучается отопительными приборами или батареями. Там другая формула, они равны, то есть, если есть у нас Q на вводе в здание, то это Q должно из батарей излучиться. Значит, там это площадь отопительного прибора. Все мы знаем, что если батарею увеличить по площади, либо она теплее становится. Опять же, на температуру поверхности батареи, то есть понятно, да, что батарея имеет неоднородную поверхность, вначале и вверху повыше, потому что там подача внизу, пониже. Вот средняя температура поверхности, минус температура воздуха в помещении. Ну, там у кого 18, у кого 20, у кого 14, у кого 28, там у кого как отопление, да. Умножено на коэффициент теплопередачи отопительных приборов. Этот коэффициент определяется, и он у каждого отопительного прибора есть, он в паспорте на него записан, когда вы покупаете, если батарею покупаете в магазине, там есть вот коэффициент, но он некий средний, в неких усредненных показателях. Скажем, если мы открыли форточку, то этот коэффициент резко изменится, потому что воздух быстрее побежит, или вентилятор поставим в батарее, то коэффициент изменится. Вот, и в конечном итоге энергия никуда не исчезает. Мы с вами в школе это изучали, когда-то нам преподавали это. Значит, издание, эту энергию, которую мы с вами излучили в помещение, потом передают в окружающую среду. И там тоже есть площадь ограждающих конструкций здания, температура воздуха внутри здания, температура воздуха на улице, коэффициент теплопроводности ограждающих конструкций зданий и энергия отданная, плюс энергия отданная при воздухообмене. Ну, может, воздух заходит в здание и выходит из здания, понимаете, да? Вот. Хочу сказать, что современные здания, которые построены уже в соответствии с последними требованиями СНИПа, значит, вот это плюс QV, энергия отданная при воздухообмене, вот это Q составляет 70%. То есть основная энергия, которую сегодня современные здания отдают в окружающую среду, связана с тем, что у нас окна, или двери плохие, или ограждающие конструкции, знаете, как швы там свистят. А основная энергия сегодня отдается через воздухообмен. И в последнее время получили популярность так называемые теплообменники, воздух-воздух, их называют рекупираторы воздуха, которые до 80% вот этой энергии назад возвращают. Ну, то есть воздух, выходящий из здания, теплый, нагревает воздух, который заходит из здания холодным. Таким образом 80% энергии экономится. То есть если верно мое утверждение, что там будет 70% от Q, и 80% мы можем вернуть, то у нас получается снижение потребления примерно на 50% в таком здании. Мы с вами обязаны ожидать. Значит, не торопимся, здесь очень важная внизу строчка. Потому что мало кто знает... А, кстати, что такое гикокалория? Вот обратите внимание на верхнюю формулу. Q равняется M на H1 и на H2. Вот в гикокалориях это очень просто. Значит, M это в тоннах. Значит, температуру берете... Ну, допустим, чтобы вы понимали, сколько гикокалорий. Если в подаче... Если масса 100 тонн, а температура подачи, допустим, была 70 градусов, обратки 50 градусов, то сколько будет гикокалорий? Понимаете? Значит, нужно 100 умножить на вот эту дельту 20. Мы получим с вами 2000 и разделить на 1000. И получим гикокалорию. Понятно, да? То есть 2 гикокалории получится. Вот это запомнили? То есть вот когда вам показывают, если вы начинаете рассуждать там, то вот примитивно так можно считать. Следующий слайд, пожалуйста. Я немножко не так лекции раньше начинал. Я всегда начинал лекции с того, что такое система, откуда история, теплоснабжение и тому подобное. На сегодня я решил поменять. Первый раз лекцию начать вот с этого блока. Им я обычно заканчивал. Я почему-то считал, что нужно сначала подготовить. Но вот сейчас принял решение, что давайте-ка мы лучше сначала поговорим о нашем, о близком, о родном, о наших деньгах. Значит, сколько должно стоить? Вот я для себя это так вижу. Дальше, да? Сколько должно стоить? Я для себя это так вижу. Дело вот в чем. Я, прежде чем мы приступим смотреть на этот слайд, все-таки немножко истории вам расскажу. Дело в том, что человеческая цивилизация знает тысячелетнюю историю централизованных систем водоснабжения и канализации. Еще древние римляне, первое, что делали, когда строили военные городки, вот если кто-нибудь читал про истории, то первое, что делали, они, значит, строили туалеты. Они строили туалеты, они строили водовод, чтобы в лагере всегда протекала свежая вода, которую они могли пить, там, готовить и тому подобное. И чтобы из лагеря, как говорится, вот то, что мы в простонародье называем дерьмом, уходило. В лагере не оставалось. Это, значит, была канализация. Так вот. Но централизованное теплоснабжение человечество начало массово пользоваться исключительно в конце 19-го, начале 20-го века. То есть до конца 19-го века централизованного теплоснабжения человечество не знало. Почему? Ну, потому что это глупо. Вот там за километр сжечь газ или уголь, да, нагреть воду, а потом по трубам гнать ее сюда. Во-первых, она по дороге остынет, мы потеряем часть энергии. Во-вторых, для того, чтобы ее прогнать по трубам, тоже кто-то должен крутить колесико, которое будет крутить насос, помпу, чтобы вода это бежала, теплоноситель. Поэтому человечество этого не делало. Но в конце 19-го века человечество придумало новый вид энергии. Она до этого знала только свою мускульную там и лошадиную, да. Придумала новый вид энергии, ну, там, паровую в 17-м веке изобрела. Электрическая энергия. И электроэнергию начали изготавливать, ну, производить по-другому можно сказать, по-русски правильнее производить, на тепловых электростанциях. То есть, и до сих пор почти 70% энергии электрической в мире производится на тепловых электростанциях. Чтобы вы понимали, атомные электростанции, тоже тепловые электростанции. То есть, потому что там энергию электрическую делает паровая турбина. А пар, как известно, тепло. Так вот, при производстве электрической энергии появлялось громадное количество тепловой энергии, которую просто в электричество перевести было нельзя. И его начали сбрасывать. Ну, то есть, если у меня она пришла, я электричество сделал, у меня там осталась горячая вода, то есть, после турбины, то я должен сбросить ее, снова взять холодную, чтобы цикл замкнуть. Не получалось по-другому. В общем, примерно сегодня самые лучшие газопаровые электростанции имеют КПД 52%. То есть, газ сожгли по газопаровому циклу и всего 52% энергии газа. Я вот предыдущий файл... Еще раз вернитесь, сейчас вернемся. Вот, посмотрите, одна гикакалория равняется 4,187 гигаджойль. А я произнесу, а вы можете записать. Ну, можно гикаджойль и не писать у нас, это мировая, просто гикакалория у нас единица некорректная. Итак, одна гикакалория равняется 1163 киловатт часа. Это надо запомнить, чтобы вы могли для себя анализировать. Вот электросчетчик у вас показал, понимаете, да? И это же гикакалория примерно 110 метров кубических газа. Чтобы вы понимали. То есть, в среднем, в газе находится, в 110 метрах кубических газа находится энергия, ну, если его сжечь, 110... Ой, одна гикакалория. Соответственно, вот одна гикакалория в 110 метрах кубических газа 1163 киловатт часа, ну, это если по формуле. А если на электростанции, то на 52% умножьте, вы поняли, дай бог там снять 550 ватт. Остальное все превратится в тепло. Понятно, что в конце 19 века, в начале 20 века, бизнес, который половина газа сжигает, чтобы выбросить, ну, зачем? Если у нас масло отжали, жмых получили, жмых надо продать куда-нибудь. Поэтому первые тепловые сети начали появляться рядом с первыми электростанциями путем очень простым. То есть, бизнесмен, который начал продавать электричество, построил электростанцию, шел в соседние дома и предлагал, а давайте я вас начну отапливать. Понятно, что до этого они отапливались углем или дровами, а тут там трубой, паром там или водой там. Не очень важно, вот у нас в конце 19 века, в начале 20 века, начали появляться первые системы теплознабжения. Дальше возникло новое государство, Советский Союз, который начал заботиться о людях и все делать единообразно по всей стране и перестал продавать тепловую энергию и начал превращать тепловую энергию из товара в некое достижение социалистического струя. И начали заниматься не продажей тепловой энергии, а утилизацией. Вот примерно до сих пор мы в этой системе и живем. Давайте перейдем к тому слайду, от которого мы отклонились и можно уже вернуться сюда. Итак, как вы понимаете, если мы с вами пришли в конце 19 века кому-нибудь продавать излишки нашей энергии в виде тепла, да, на отопление соседнего дома, то собственник соседнего дома, который мы бы предложили, купив у нас тепловую энергию, он бы посчитал быстренько, сколько он тратит на уголь, сколько он тратит там на этих, которые уголь кидают, да, то есть во сколько ему обходится отопление, если бы оно ему обходилось отопление в 100 рублей, мы бы ему предложили за 300, он бы наверняка не согласился. Он бы сказал, ну давайте 120, да, согласен со мной. Потому что у нас же глупость, зачем мне покупать за 300 у вас, если у меня сейчас за 100 есть. Вот примерно так развивается капитализм, в Союзском Союзе все пошло под другим путем, как я уже сказал, не экономическим, и в результате мы сегодня наблюдаем следующую картину. Мы покупаем в Москве одну гигакалорию за 1944 рубля. Я вот сегодня прям эти цифры правил, надеюсь, не ошибся нигде. Если бы мы эту гигакалорию делали из электричества, а электричество мы покупаем по 5 рублей 3 копейки, тоже там смутное очень ценообразование, тем не менее, нам бы гигакалория доставалась за 5849 рублей. Ну, из угля я считать не стал, из дров считать не стал, но вот из газа, который у меня в квартире есть, я посчитал. И у меня получилось, что если бы я делал гигакалорию сам в своей квартире, то мне бы она обходила 664 рубля. Ну, понятно, чтобы сделать отопление из газа в своей квартире, мне бы пришлось купить котел, мне бы пришлось его смонтировать, и этот котел там лет 10 амортизировать, есть такой термин амортизация, ну, то есть, грубо говоря, размазать его стоимость на 10 лет, то у меня бы гигакалория вышла меньше 1000 рублей за гигакалорию. И он спрашивается, а я действительно хочу покупать за 1944 рубля гигакалорию, если бы, если в принципе я могу ее иметь за 1000 рублей. Вот здесь начинается эффективность, понимаете, да? В данном случае эффективность с точки зрения меня, как потребителя энергии. А зная, ну, зная как ученый, зная как профессионал, каким образом образуется цена, вот та, которая 1944, я могу смело говорить, что цена образуется некорректно. Понимаете, да? Потому что они могут назначить цену какую угодно, поверьте мне, это так, и они все равно будут в шоколаде. Ну, там отдельный вопрос будем говорить. Итак, безусловно, из-за своего слайда следует следующий вывод. Экономически выгоднее потребителю отключить централизованное теплооснабжение, установить в квартире газовые отопительные котлы. Многие застройщики сейчас в Подмосковье, в Калужской области, вот где я знаю, да, в Красноярском крае я знаю такие случаи, строят новые дома, микрорайоны целые, где квартирное отопление делают газовые котлы, не подключаются к централизованным системам теплооснабжения. И покупатели этих квартир, это ребята, которые будут, вот вы видите, да, в два раза будут экономить, даже больше, чем в два раза, благодаря этому. Двинемся в следующий слайд, поговорим о горячей воде. Ну, как я уже вам рассказал, что такое энергия, это энергия, это масса, умноженная на разность температур. В горячей воде у нас с вами, если норма воды горячей, 60 градусов, тоже дурацкая норма, скажем, в Италии 46 градусов, с крана должна бежать горячая вода. Ну, если я когда-нибудь буду министром, то первым, чем я займусь, это снижением температуры горячей воды, потому что мы с вами, ну, я думаю, процентов 15, вот так экспертно теряем энергию горячей воды, ну, просто она в воздух уходит, ну, остывают трубы. Потому что коэффициент пользования горячей воды очень низкий, ну, вы же понимаете, сколько раз в день вы горячей водой пользуетесь. А она же постоянно горячая. А теперь представьте, 60 градусов, 46. Соответственно, тепловые потери, ну, если к 10 градусам, получается, да, под 25%. значит, смотрите, значит, итак, в одном метре кубически примерно 0,05 гигакалорий. Значит, давайте посмотрим точно так же ГВС. Вот если бы нам горячую воду начали в конце 19 века кто-то предлагать продавать, то по какой цене мы бы согласились ее покупать? Вот сегодня горячая вода куб нам продают за 185 рублей, при этом там есть холодная вода, и поэтому я отразил, что холодная вода куб стоит 30 рублей. Ну, во всяком случае, в моей платежке это так. Дальше считаем. Значит, если бы горячую воду в мой дом подавали не от центрального теплового пункта, как сейчас есть, и с меня берут вот этот 185 рублей, а если бы в доме стоял индивидуальный тепловой пункт, то он бы брал отопительную нагрузку и нагревал бы горячую воду теплом от центрального теплоснабжения, делал бы горячую воду в доме. И в таком случае у меня в доме горячая вода обошлась бы нам, ну, жителям дома по 128 рублей. Это к вопросу, нужен ИТП или не нужен. Обращаю ваше внимание. Индивидуальный тепловой пункт, который делает воду внутри дома. Дальше, если бы мы делали горячую воду электрическим водонагревательным котлом, то мы умножаем на стоимость киловатт-часа, сколько киловатт-часов я вам уже говорил, и мы тогда кубический метр горячей воды получали бы по 323 рубля. Казалось бы, гораздо дороже, но я знаю людей, которые отрезают, отсуживают, что он отключился от горячей воды, перестает оплачивать горячую воду и моется, пользуется горячей водой, исключительно сделанной электричеством. у меня есть товарищ во Владивостоке, первое, что он сделал в Новом Думе, вот так поступил. Казалось бы, он должен проиграть, потому что кубический метр 323 рубля, а там 185, почти в два раза. А что выясняется, а вы посмотрите внимательно на платежку, там же кроме того, что вы есть по счетчику горячая вода, у вас же есть еще общедомовая горячая вода, иногда это такое, что даже иногда электричеством выгоднее становится. Ну и опять же, мы можем установить газовый водонагреватель, мы же уже на тепло вроде бы его установили, можно установить двухконтурный, сразу он подешевле будет. И тогда нам горячая вода обойдется в 64 рубля. Причем, обратите внимание, что стоимость холодной воды мы туда включили, то есть 30 рублей. Мы же холодную взяли. Ну то есть обойдется в 64 рубля. Ну правда, при этом нам нужно котел поставить, тут мы опять же посчитали, и того, цена за метр кубический, исходя из этой логики, не должна превышать 95 рублей. Здесь можно вернуться немножко назад, не надо, я имел в виду не вам, а нам мысленно вернуться назад и вспомнить термин тарифы. А значит, каким образом появляется цена в тарифах за метр кубический? Сегодня, это исключительно в Советском Союзе изобретение, цена появляется методом затратным. То есть, а вообще, вот если мы возьмем стоимость любого товара, ну вообще цена товара определяется рынком. Есть покупатели, есть продавец, они сторговались, вот тут появилась цена. До этого может быть себестоимость, понимаете, да, затраты, тому подобное. Так вот методы, ну наверняка слышали, там, Дерипаска купил завод, Дерипаска продал завод, как определяется цена заводов, никогда не задумывались. А есть масса методов определения цены. Вот. А ведь покупатель тоже должен ориентироваться как-то, да, и вот возникают методы. Один метод, это вот затратный, сколько денег потратили, чтобы построить завод, допустим. Другой метод, а сколько денег завод приносит в год прибыли, да, ну скажем там, какая-то часть прибыли умножается, прибыль умножается нам на 10 лет, допустим, от того, такова стоимость завода. Вот. Но, обращаю внимание, что покупатель никогда не купит завод за 100, если вот через дорогу где-то продается завод за 40, аналогичный, да, то есть это метод сравнения, понимаете, да. Ну вот как раз я предлагаю нам всегда помнить, что вот то, что я сейчас показываю, это метод сравнения. Я говорю, вот посмотрите, если бы мы вот так вот делали, то мы бы получали вот так. А почему наше правительство не может посмотреть, если оно так заботится о нас, ну тут я кавычки поднять не успел, вы уж меня извините, то есть без мыслей о народе они же там и дня не живут. Вот. Взяли бы вот этот метод сравнительный, вы понимаете, и посмотрели бы, собственно говоря, вот сюда должна ориентироваться энергетика, и вот она станет справедливой, когда вот такие цифры у нас, вот такие цены появятся, вот это будет справедливая цена. Как они их это достигнут, это другой вопрос. Мы об этом тоже немножко поговорим. Но это другой вопрос, это их проблема, понимаете, да? Потому что в противном случае, пускай дадут нам право вот так сделать, да? Собственно говоря, потому что наше государство, наша власть, она легко может взять завтра, сказать, забота о людях, мы вот разрешаем людям, кто хочет экономить, ставьте себе газовый котел на отопительный, кстати, такие случаи были через суды в Ставропольском крае, люди отключали централизованное теплоснабжение, централизованное горячую воду и в дом газифицированный ставили котел и пользовались на благо Газпрому. То есть Газпрому у нас все. Ну, понятно, значит, таким образом мы должны вот такую видеть штучку. Давайте двинемся дальше. Способы снижения потребления тепловой энергии. Я пока рассказываю это все, мы начинаем, рассуждаем с точки зрения потребителя. Ну, что мы можем? Ну, сходить в правительство еще раз попросить нежальше, там, применить другой метод вот сравнения и тому подобное и тому подобное. Но не более того. Но, тем не менее, у себя в квартире мы немножко почти хозяева, поэтому есть способы снижения потребления тепловой энергии. В свое время я даже лекции читал на эту тему, что такое перетоп, что такое ЖКХ. Вот я вам могу рассказать такую вещь. Мы же наверняка с вами знаем, что вот в ЖКХ люди жалуются, там холодно в квартире, да? Причем, а вы знаете, при какой температуре начинают люди жаловаться массово? 16 градусов. 16 градусов массовые жалобы. Нет, 16 градусов это всего лишь на 2 градуса ниже нормы. Поверьте мне, значит, это, нет, я просто вам говорю, чтобы вы понимали, норма 18-20 градусов, 16 градусов массово жалуются. А при какой температуре массово жалуются на перетопы? Ну, когда горячо, слишком жарко в комнате. Никогда не думали? 27-28. При 25 никто не идет. Но обращаю ваше внимание, что при нашей климатической зоне перетоп на 3 градуса это увеличение потребления тепловой энергии на 10%. Чем, собственно, успешно пользуется теплоснабжающая организация. Вот у меня в книге, по-моему, есть лозунг, один из, там, в каждой главе есть некий эпиграф, который я придумал, и один из них звучит так. Нам нужно столько энергии, сколько нам нужно, а не столько, сколько нам хотят продать теплоснабжающие организации. Вот один из приемов продажи энергии больше, чем нам нужно теплоснабжающих организаций заключается именно вот в этом. Подали в дом температуры побольше, счетчик насчитал побольше. Обращаю внимание, 3 градуса 10%. То есть, у нас в квартире не 20, а 23, мы открыли форточку, мы не жалуемся, подумайте. Но при этом 10% платежка у нас станет больше в ихней пользе. Обращаю внимание. Поэтому за этим надо следить, чтобы в помещении не было перетопов. Особенно в коридорах, в подъездах. Следующее, снижение потерь тепловой энергии через воздух, вентиляцию. То, что я вам говорил. Воздухообмен. То есть, воздухообмен в современных зданиях до 70%. Если устанавливать рекуператоры, а уже есть квартирный рекуператор, но благодаря заботой нашей страны, нашей власти, у нас сегодня курс, как вы понимаете, в два с лишним раза взлетел. А вообще, два с половиной года назад такое оборудование стало уже вполне приемлемое, окупалось буквально за 2-3 года. Значит, стоимость оборудования меньше 1000 долларов. Сегодня это сумасшедшая цена. Ну, два с половиной года назад это было вполне нормально. Но оборудование не такое сложное. Я думаю, уже отечественные производители в том или ином виде пытаются начинать их делать. То есть, это оборудование достаточно простое. Ну, через ограждающие конструкции понятно утеплить стены, потолки, полы, заменить окна. Да, тоже очень недорого стоят современные тепловизоры, которые легко показывают плохие у вас стены или неплохие, но хорошие стены. Ну, я вот буквально на днях смотрел себе, сейчас тепловизоры есть такие, вот прям к iPhone прицепляются. Понимаете? За границу 300 долларов стоит. У нас я нашел за 800 и то по заказу. Ну, вообще, понятно, да? То есть, это оборудование становится, особенно, когда покупать на ТСЖ, там, довольно, можно купить вот такой примитивный, его, в принципе, хватит. А промышленные начинаются в районе, наверное, 30-35 тысяч рублей. Но того стоит пойти, посмотреть, где наш дом окапливает окружающую среду. Значит, ну, снижение потерь тепловой энергии в системах горячего водосабжения. Мы вот сегодня разбирали вопрос, принесли платежку, вот в некоторых местах начали брать отдельно. То есть, есть горячая вода, за горячую воду рассчитывается не вот, как я сказал, за метр 180 рублей, а как у вас звучит горячая вода? 30, ну, назовите цифры. ГВС-теплоноситель, там, в районе 40 рублей, ГВС-тепловая энергия, ну, отдельной строкой, понятно, да? Соответственно, ГВС-тепловая энергия, он зависит в том числе от того, что полотенцесушители, там, стояки, вот, нагревают, тому подобное. Поэтому, конечно же, нам с вами тепловая энергия, допустим, зимой, она никуда не делается, она в дом пошла, вот, а летом, ну, максимум, что нам нужно, это, чтобы полотенцесушители бы горячие, а стояки-то горячие, нам в подъезде не нужны. Отапливать летом улицу не хотелось бы. Поэтому, конечно, их стоило бы заизолировать. Ну, плюс мы сегодня об этом будем говорить, снизить температуру теплоносителя в обратном трубопроводе. Да, и еще одно хочу сказать. Конечно, если нет квартирного учета, то нет мотивации к эффективному потреблению тепловой энергии в жилых многоквартирных домах. Я всегда привожу этот пример, еще раз приведу, у меня в городе Абакане родной брат живет в двухподъездном доме, который там сдали в эксплуатацию лет 5-7 назад, может, чуть больше, и там в каждом подъезде свой ЭТП, и когда они там типа ТСЖ создавали, они решили, вот один подъезд по одному теплощетчику свой ЭТП платит самый, а другой сам. Ну, каждый за свой подъезд. Понятно, да? Не на весь день, а два теплощетчика. Да, и в одном подъезде, где брат живет, они решили установить в квартирах теплощетчики, там горизонтальная разводка была, и они установили приборы учета тепловой энергии по каждой квартире, а в соседнем не установили. И мне было, как ученому, и как производитель теплощетчика, в том числе квартирных, очень интересно узнать, какой экономич, какой эффект. Вот. Мне брат сказал сразу, 20-25 процентов. То есть, почему? А мы когда подходили к его дому, он мне говорил, первый раз, и вот разговор как раз состоялся, я говорю, а ты в каком подъезде живешь? Он говорит, а ты что не видишь? Я посмотрел, да, действительно, в одном подъезде форточки открыты, в другом закрыты. То есть, все просто. Понимаете, зачем мне закрывать форточку, если мы платим там по какому-то общему счетчику? А вот когда я по личному счетчику плачу, тут я начинаю понимать, а зачем мне открывать форточку, если потребление энергии резко увеличивается, из-за нее надо платить. Ну что, двинемся дальше. Способы повышения температуры в квартире, потому что бывают случаи, когда проблема не в том, что как бы снизить, да, платеж, а в том, что в квартире просто тупо холодно. Вот. Ну вот, рекуператор воздуха, это очень эффективная вещь, потому что нельзя закрыть всю вентиляцию в квартире, да, но дышать же надо, поэтому воздух все равно надо менять. Вот. Установить современные окна, утеплить стены, пол, в старых зданиях замена окон увеличивает температуру на 3 градуса в среднем. Вот. Я сам проходил эту вещь. Еще один есть момент. Вот. Установить вентилятор около батареи, он теплоодачу батареи увеличивает в разы. Имейте ввиду. У вас вентилятор воздуха есть, вот просто летом чтобы обдувал вас, ну поставьте, пускай обдувает батарею. Дело в том, что вот та формула, которая батареи мы смотрели, вторая, там есть коэффициент. Коэффициент в том числе включает скорость воздуха, который протекает мимо батареи. Если вы его в разы увеличите, скорость воздуха, то у вас в разы увеличится теплосъем с батареей. Понимаете, да, то есть необязательно батарею увеличивать, мучиться. Причем очень часто бывает, что бесполезно увеличить батарею, там не хватает напора, чтобы прокатывала вода. А теплосъем увеличить всегда можно. Вот. Ну, понятно, если у вас, конечно, температура обратки не 24 градуса, там уже нечего снимать, там все до вас сняли. Продолжаем. И прежде чем приступить к следующему разделу, который будет уже говорить о системах теплоснабжения со стороны поставщика, который мы в конечном итоге с вами отапливаем, я бы хотел напомнить о целях приборного учета. Многие не понимают вообще, зачем нужны счетчики. Я такие видел, перлы, замечательные про то, для чего нужны счетчики, тем не менее. первое и самое главное, с точки зрения права, счетчики нужны, они обязательные условия для совершения корректных сделок купли-продажи. Если я покупаю колбасу, понимаете, да, то надо знать в каких-то единицах, я килограмм покупаю, понимаете, или сколько, вот этот килограмм нужно завесить, ну, с какой-то точностью. Если я покупаю метры погонные ткани, ну, помните, раньше локтями мерили, сейчас вот метрами измеряют, вот. Точно так же и здесь, если мы покупаем с вами метры кубические, за них платим, мы должны их измерять. Иначе нам обязательно втюхают. Не верьте тому поставщику, который говорит, не став счетчик, ты с ним будешь платить больше. Иногда такое бывает, лично я плачу со счетчиком больше, у меня целая статья есть, как я написал там лет 15 назад, государство обязано мою семью заставить рассчитываться по счетчикам. Вот у меня каждый день показания моих счетчиков прилетают ко мне в виде СМС. Вот могу сказать за вчерашний день, какие у меня были. О, нет, за вчерашний день шикарно. 152 холодные и 33 горячей воды. Но вчера дома никого не было. 152 холодные и 33 горячие. Это очень мало. Литров, литров, конечно. А вы думали, кубов что ли? Да, кубов, это, знаете, город столько тратит. Я плачу, я по счетчику сейчас плачу больше, чем я потреблял без счетчика по нормам. Но сейчас же изменили все, счетчики поставили. А за прошлый месяц холодные, мы вдвоем живем, холодные получилось что-то в районе 6 кубов, а горячие в районе 4,5. Но я обращаю ваше внимание, дело в том, что мы в Москве не живем. Мы в квартире практически не живем. Мы в лучшем случае 3 дня в неделю бываем в Москве. Но жена грязная попалась постоянно молиться. Так говорят. Дальше. Создание условий стимулирования рационального использования и только на третьем месте, что тоже крайне важно. Счетчик инструмент социальной справедливости. У меня мало денег, я имею возможность сэкономить благодаря счетчику на оплате коммунальных услуг. Причем в разы. В нормальной стране очень большие разы. Я вспоминаю у меня родители когда были живы, они платили по счетчикам и тогда еще не было домовых и тому подобное. Они против нормы, тогда норма повыше была, чуть ли не в 10 раз меньше потребляли воды. Я бы не сказал, что они грязно ходили. но у нас это ОДН очень некорректно делается, мы об этом сегодня поговорим еще немножко. Дальше. Итак, давайте поговорим, что же такое система централизованного теплоснабжения. Потому что что такое котел газовый дома или электрический котел дома, думаю, все понимают, а вот система централизованного теплоснабжения, к сожалению, мало кто понимает и этим многие пользуются, как мало кто понимает, что такое деньги, как формируются налоги и тому подобное. Но об этом мы как-нибудь в другой раз поговорим о налогах, о дорогах. Итак, теплоснабжение города выглядит примерно следующим образом. Есть источник, вот слева он горячий, он подает в теплоноситель, видите, в подачи, пока теплоноситель бежит, какое-то количество своего потенциала, он потерял, через изоляцию, понимаете. Потом подается в дом жилой, вот у нас сверху контур это теплоснабжение, классический контур через теплообменник, а снизу контур это горячее водоснабжение, тоже классический, но только обратите внимание, все полотенцесушители нарисованы после счетчиков воды, после, ну, после квартир, то есть нам, скажем, по подаче разбирают воду, по обратке назад бежит через полотенцесушители. Это сделано для того, чтобы назад мы могли вернуть воду с температурным графиком 35 градусов, потом поймем, почему это нужно делать. Ну, еще раз поставляем, что энергия вот такая. И тут есть еще один нюанс. Если кто-то из вас управляет домами, или вилет на управление домов, то очень важно с поставщиком тепловой энергии заключить договор так, чтобы в договоре четко было написано, что поставщик отвечает за температуру Т1 подачи, понятно, да, как вы там договоритесь, по температурному графику или всегда 110 там, потому что разные бывают режимы, это не очень важно, и он же отвечает за перепад давления на закрытых задвижках, то есть обязательно на закрытых задвижках, потому что перепад давления зависит от соседей и тому подобное. Задвижки закрыли, если вдруг у вас не хватает пробега теплоносителя, ну, расхода теплоносителя, то это связано либо с большим гидравлическим сопротивлением вашей системы, либо что он не дает необходимый перепад. Вот это нужно в договоре. А вы должны взять на себя ответственность за температуру Т2, но здесь ответственность может быть только одна. Значит, вы не должны Т2 опустить ниже какой-то температуры, потому что для поставщика чем ниже вы опустите, чем выгоднее. Но, извините, если вы ее охладите до 20 градусов зимой, она по дороге может замерзнуть. Поэтому он должен сказать минимальная температура, не ниже, понимаете, да? И ваша автоматика должна за этим следить. Это тоже может быть связано либо просто, допустим, 3 не ниже 30 градусов, либо это там связано с температурой. Никогда не поддавайтесь, кстати, это, наверное, будет на следующем слайде. Давайте в следующий слайд. там где-нибудь будет дальше график нарисован, классический график теплоснабжения, там 95-70 или 90-70. Напомните мне, что я хотел на нем пояснить кое-что. Значит, лет пять назад, когда у нас был одно время президентом этот, ну, временно-то замещающий, да, Медведев. Уже забывать начинаем, то есть, кого только не было, да. Вот, когда у него при нем было много инновационных этих идей и тому подобное, и я для комиссии, которая там при нем была, при президенте, подготавливал пояснительную записку, чтобы вот ее подготовить, там, некоторые вещи объяснить, я собрал целую рабочую группу, там, человек 12, наверное, работало. Мы спроектировали и на бумаге построили и эксплуатировали 20 лет 100-тысячный город для условий Подмосковья. Понятно, да. Значит, ну, там работали ведущие специалисты ведущих компаний, мои коллеги с Московского энергетического института там были, все это считали, значит, и посчитали три раза 100-тысячный город, три раза по сценарию 1, по сценарию 2, по сценарию 3. Под сценарием 1 кроется московская система теплоснабжения, это для нас, москвичей, актуально, а суть сводится к тому, что это центральные тепловые пункты и температурный режим или график 150-70. Под сценарием 2 кроется Рига, чем интересна Рига, в Риге была система аналогичная московской, но они ее 15 лет назад уничтожили, снесли все центральные тепловые пункты, причем еще и продали эти здания, потому что это в центре города всегда отдельно стоящее здание, земля дорогая, и в каждый дом установили индивидуальные тепловые пункты. температурный температурный остался тот же самый 150-70 и индивидуальные тепловые пункты. Под третьим сценарием кроется город Копенгаген, Дания считается одной из стран с самыми эффективными системами централизованного теплоснабжения, там ее активно догоняют сейчас в Финляндии, тоже кое-что интересного придумали. Значит, принципиальная разница тем, что они больше охлаждают обратку, видите, ИТП 150-40, но это в приведенных единицах, это все достаточно условно, потому что научно иначе не посчитаешь. Дальше посчитали, что вот если построить по первому сценарию город, по второму и по третьему, в чем разница, обратите внимание, что были поражены сами проектировщики, все всегда знали, что у них система более эффективная, но почему-то считалось, абсолютно все были убеждены, что это эксплуатировать у них дешевле, но построить зато у них даров. Каково же было удивление, в том числе специалистов фирмы Данфас, которые работали здесь и оборудование считали, какое нужно для систем, каково же было удивление, когда выяснилось, что затраты построить тоже оказывается в Копенгагене дешевле построить, но потом мы с вами поймем, почему дешевле, дальше затраты на содержание и в конечном итоге эффекты и эффективность. Обратите внимание, эффективность инвестиций, а ведь деньги дают, как правило, инвесторы, да, ну, во многих городах небольших, особенно в мире, там, водоканалы или тепловые сети, это народные предприятия, то есть, там, особая форма собственности, когда каждый житель, грубо говоря, является совладельцем, акционером, понимаете, да? Не слышали о таких системах? ну, у нас же народная власть, выберем новую власть, она сделает как, начнем брать пример с успешных, да? Правильно? Значит, продолжим, то есть, это очень интересная работа, благодаря ей, вот, я перестал вообще, как говорится, мне, ну, со мной никто больше не спорит, когда начинают рассказывать про эффективность централизованных систем теплоснабжения, вот там, ЦТП эти и тому подобное, я всегда говорю, давайте перестанем, вот положите рядом ваши расчеты, посмотрю, я свои показал. Дальше можно следующий слайд? Там есть вопросы какие-то, если по делу, я могу добавить. Конечно, конечно. Да. по какой первой? Вернемся назад. Я думал, что здесь все понятно. Нет. А, хорошо. Итак, значит, по сценарию первому, чтобы построить, нам нужно вложить 7 миллиардов 759 миллионов 600, ну, там, тысяч рублей. Понятно, да, это в тысячах рублей. По второму сценарию 7 миллионов 265, миллиардов, а по третьему 7 миллиардов. То есть, мы с вами уже на этапе вложения денег, вот сколько нужно построить денег, чтобы построить эту систему централизованного теплоснабжения, включая станцию, тепловую электростанцию для города 100 тысячного, понимаете? Либо 7 миллиардов 750, там, 760, получается порядка 700 миллионов рублей выигрыш. Затраты на содержание, то есть, любая сеть, она требует содержания, там, зарплаты обслуживающего персонала, там, и прочее, и прочее, и прочее. Это считали, содержание считали город Тольятти, там, есть ТЭВИС, такая, организация тепловоснабжающая, она считала. Затраты топлива, то есть, газа сожгли бы по первому этому самому сценарию, видите, на 9 миллиардов 843 миллиона, а по третьему газа меньше бы сожгли, понимаете, да? Ну, соответственно, заплатили бы меньше, то есть, здесь в деньгах газ изложен. Доход от реализации электрической энергии, здесь мы делали, строили станцию в первую очередь для теплоснабжения, поэтому теплоснабжение всегда одинаковое, видите, доход от реализации тепловой энергии, ну, имеется ввиду, город один и тот же, три раза, поэтому теплоснабжение всегда одинаковое, а электроэнергии бы произвели, понимаете, да? Тоже разное количество, и тоже, как ни странно, в третьем сценарии мы бы произвели больше электроэнергии, эффективнее бы. И, соответственно, эффект, денежный эффект, в первом случае минус 831, понимаете, да? От вложенных денег мы бы еще не все вернули, а в третьем случае мы бы уже получили прибыль, понимаете? Отсюда эффективность инвестиций. В первом случае эффективность отрицательная, это, как у нас говорят, у нас отрицательный рост. Вот тут же, в первом случае у нас получается отрицательный рост, ну, собственно, как во всей стране. Вот. А в третьем случае, как вы понимаете, положительный рост. Теперь понятно? Двинулись дальше. Можно тогда по-моему, тоже вопрос, если... Вот, по-моему, на слайд раньше. Если средняя температура за месяц Т1-98-76, а Т2-55-91, как уменьшить Т2? Значит, тепловая энергия, температура обратки уменьшается в том случае, если вы делаете больше теплосъем. Больше теплосъем можно сделать путем увеличения площади отопительных приборов, но, я так понимаю, им же тепла больше не надо, им нужна обратка уменьшить температуру. Или снижением скорости потока теплоносителя. Ну, представьте батарею, если через батарею вода бежит 200 литров в час, то она успевает остыть на 20 градусов. А если она бежит 100 литров в час, она же медленнее бежит, значит, она остывает больше. Понимаете, да? Для того, чтобы уменьшить температуру обратки, нужно прижать скорость движения воды. Но, я так понимаю, у вас на вводе в дом должна быть задвижка, там шайба бывает или ТП, который там регулирует. Снижаете скорость течения воды, уменьшается температура обратки. Другое дело, что с точки зрения платежа для потребителя это никак не изменится. Вы количество энергии, которое снимали, с большей степенью вероятности продолжите снимать. Во всяком случае, те 2%, которые у вас эффект может появиться в результате этого, вы не заметите. Потому что снижение температуры приведет к увеличению дельты, масса потока уменьшится, количество энергии останется примерно то же самое. Но выигрыш получится, мы сейчас это и разберем. Этот выигрыш мы увидим, мы же увидели с вами эффект в третьем сценарии. Да, мы его увидели, но это не в нашем кармане эффект. Поэтому мы сейчас проговорим, в чем кармане эффект, почему он там остается и даже за него и не борются. Игорь Владимирович, еще вопрос. А почему доход от реализации электрической энергии разный? Не, ну я сейчас не помню, это же считали, это же электростанция тепловая, она же в режимах определенных работает, она же не может там работать туда-сюда-обратно. Значит, в зависимости от этого режимы такие, что электроэнергии приходится вырабатывать меньше. Понимаете? Да, то есть, то есть, я сейчас не могу сказать, это же не я один считал, я вообще инженер, я не инженер, я экономист. То есть, я ставлю задачи перед инженерами, они просчитывают и они выдают, говорят, вот смотри, что получилось. А вообще, когда мы говорим, господин, вы знаете, у нас зима была, все летные. А, да, да, да. Вот, абсолютно верно. Ну, там связано, безусловно, с режимами, плюс электростанции. Можно еще раз, пожалуйста, мы здесь в зале все слышим, Игорь Владимирович, слышите? Ну, там бывает зима и лето. Это и не выработка, зависит от того, какая погода на улице. Зимой одна выработка и продажа, соответственно, объемов электричества на сторону, а летом совершенно другая. Ну, это просто очевидные вещи. Спасибо. Там еще... А я вот тут услышал, такие потери недопустимы. Что такое такие потери недопустимы? Вы можете прокомментировать? А теплый пол, конечно, это влияет на увеличение тепловой энергии. может влиять, особенно, если они балкон сделали. Нет, смотрите, с точки зрения теплый пол. Татьяна Усина, я сейчас зачитаю вопрос. Одна квартира... От полотенца-сушитель. Это все есть. Сделала теплый пол, от полотенца-сушитель. Коллеги, не надо мне помогать. Так это часть, вот как раз с формулами. Коллеги, ну давайте я отвечу, давайте вы не будете перебивать. Значит так, здесь в вопросе содержится уточнение от полотенца-сушителя. Я так понимаю, не от электричества, а от полотенца-сушителя ГВС. Значит, в зависимости от системы учета тепловой энергии в доме, не исключено, что товарищ просто ворует тепловую энергию у соседей, потому что это ГВС прицепился не к отоплению. Поэтому здесь уже прямое нарушение, так делать нельзя. Но я бы хотел сказать несколько слов о теплых полах, которые делают именно в квартире. Вообще теплый пол это идеальная система теплоснабжения квартиры, помещения, имейте в виду. Это идеальная с точки зрения эффективности, то есть в среднем от 7 до 15% снижается потребление квартиры тепловой энергии. И это идеальная с точки зрения комфортности существования человека. Дело в том, что температурный градиент, как известно, под потолок уходит, и самое теплое в потолке, а самое неприятное, помните, как у нас говорят, держи ноги в тепле, а голову в холоде. Так вот именно это происходит, когда у вас теплый пол. Теплый пол в тепле ноги, там плюс 21-22, самая низкая температура в районе метр 50-метр 90, это голова, и самое большое тепло под потолком, и самое вредное тепло под потолком. Поэтому теплый пол самый эффективный. И с точки зрения потребления тепловой энергии, тоже наука давно, инженера давно рассчитали, доказали, что это самая выгодная система теплоснабжения, тоже там порядка от 5 до 15% по сравнению с классическими батареями в окно. Давайте дальше мы пойдем. Да, правильно, совершенно замечательно. Давайте идем по лекции, и если отвлекаемся, то очень коротко. Значит, я обещал по температурному графику сказать, вот как раз этот рисунок, температурный график, на него ссылаются всегда 95-70, 150-70, там со средствой 130, там много таких фраз. Значит, еще раз повторюсь, температурные графики придуманы проектировщиком для того, чтобы они знали, как спроектировать системы теплоснабжения и как проектное значение энергии загнать в помещение. Температурные графики в процессе эксплуатации это дурость. Там нужно соблюдать совершенно другие вещи, потому что вообще-то нам с вами глубоко по барабану есть температурный график или нет. Нам в помещении нужно плюс 18, понимаете, неважно, какой температурный график. Так вот, чтобы в помещении было плюс 18, в разных странах делают по-разному. Допустим, в той же Дании у них всего три режима температурных теплоснабжения в год. У них есть летний режим порядка 55, градусов температура теплоносителя в трубе, есть переходный режим порядка, по-моему, 85 или 90 градусов в трубе, и есть зимний режим отопительный, по-моему, около 120 градусов в трубе. Почему они не делают так, как делают наши, когда температура меняется в зависимости от температуры воздуха на улице? Казалось бы, логично. На улице сегодня теплее, давайте понизим температуру подачи. На улице холоднее, давайте повысим. Но тут есть один нюанс, который многие забывают, что вообще-то трубопроводы, как и любые другие проводы, в том числе железнодорожные проводы, температуры расширяются. Если мы с вами каждые 2-3 часа на трубах начинаем играть как в губную гармошку, вот так вот, то подняли температуру, то пустили, труба расширилась, жалость, расширилась, жалость. Те, кто материаловедением занимался, прекрасно знают, что даже для стали вот эти пляски больше, меньше, больше, меньше, но никак не повышают прочность трубы, а как раз повышают износ. Поэтому, чем меньше труба расширяется, сжимается, тем дольше она служит. Поэтому, собственно говоря, трубопроводы в Москве часто меняют, в том числе. Не только потому, что они плохие, качественно, но еще и потому, что на них как на гармошке играют. Поэтому, да, они отказались. Но, другой вопрос, обратка. итак, допустим, 95-70, для чего было придумано. Вот помните тот случай, который мы в конце 19-го века пришли и начали соседям продавать тепло. Договорились, да? Что мы сделали? Батареи в магазине не было? Ладно, из труб сварили батареи, да? И пустили. А дальше как? Регулировать ферточкой, что ли? Понимаете, да? Регулировать подачу тепла как-то надо? И тогда мы придумали. Насоса же тогда частотных преобразателей не было. Краников, как закрывать горячую воду не было. Понимаете, да? Ничего же не было? Тогда придумали. А мы будем температуру менять. Температуру как менять? Уголька больше подкинул, она поднялась, меньше убрал, она опустилась. Понимаете, да? Холодной водой разбавил, температура опустилась. Понимаете, да? Вот. И это можно на источнике все делать. И для этого был придуман температурный график, который вот так. Система теплооснабжения проектировалась так, чтобы гидравлическое сопротивление и площадь теплопроявляющих установок, ну батареи по-простому, вроде площадь батареи была организована так, чтобы энергии, сколько нужно по расчету в квартиру, при минус там 30 на улице, допустим, или там 25 на улице, подавалась энергии 95-70 и дальше, если на улице минус 30, то 95-70. Если на улице минус 25, то уже 90. Обратка тоже опустилась 68. Понимаете, да? Вот этот температурный график, он и имеет место быть. Традиционно проектировщики, я знаю, всем теплотехникам в институте их рассказывают, но, еще раз говорю, это придумано было для проектировщиков и для эксплуатанцев конца 19-го, середины, до середины 20-го века. Тот, кто сегодня говорит об этом, он просто не понимает, что такое система теплооснабжения современная. Температура уходящей воды это целиком право потребителя тепловой энергии. Теперь поговорим о некоторых вещах. Значит, вот я все про графики говорю и тому подобное. Итак, в Москве, грубо говоря, 97, здание Копенгаген 120-40. Я об этом уже говорил. Вот здесь мы начнем говорить про эффективность существующих систем. Итак, энергия в Москве, представим, что энергия у нас, мы уже сегодня выяснили, это масса на разность температурных потенциалов. Это масса умноженная на 20 температуры теплосодержания. Т от H. Ну, H теплосодержания. То есть, 20 M, грубо говоря. Если мы хотим эту же энергию перевести в Копенгагене, но уже по режиму 120-40, то у нас получается, чтобы равное количество стало 80, да? Но на 0,25, у них же 80 дельта. Чтобы выровнять значение энергии, то есть, 1 гигакалю перенести, у них нужно в 4 раза меньше теплоносителя. Прогнать по трубам. Понимаете, да? Но теплоноситель сам по трубам не бежит, его по трубам электрические насосы гоняют. А формула потребления электрической энергии вот этих насосов, это сопротивление гидравлической системы, которая, примем, как бы равная у них и у нас. Ну, чтобы посчитать. На массу в кубе. То есть, грубо говоря, мы с вами для того же передать то же самое количество энергии, которое передают в Копенгагене, тратим в 64 раза больше электрической энергии на работу наших насосов, наших центральных тепловых пунктов. Но это не все. Раз мы с вами сказали, что у нас гидравлическое сопротивление одинаковое, а так как массовые расходы разные, чтобы было гидравлическое сопротивление, там квадратная зависимость, обратно квадратичная зависимость. Это значит диаметр трубопровода под корнем. То есть, там, где мы приложили трубу сотую, они прокладывают пятидесятую. Но, как мы понимаем, пятидесятая труба, она дешевле, задвижка пятидесятых дешевле. Вот откуда инвестиционная составляющая дешевле. Помните, в проекте? Что трубы, оказывается, в два, но это же не все еще. Дело в том, что мы же еще тепловые потери имеем в зависимости от площади трубопровода. А раз диаметр трубопровода другой, то и площадь другая, и, соответственно, там формула тоже есть. И получается, что у нас с вами тоже в два раза примерно тепловые потери больше на этих трубопроводах. То есть, мы сразу с вами, только взяв другой температурный режим, сразу получаем другую эффективность системы централизованного теплоснабжения. И мы, когда стали основанием Советского Союза, так и продолжаем ее использовать. Самый вопиющий случай, это когда, допустим, ко мне обращались ребята, проектировщики из Красноярска, проектируют для, не проектировщики, извините, инвесторы, из Красноярска проектируют в городе Кызыл, Тува, или Тува, правильно, значит, проектируют микрорайон, энергии не хватает, им предлагают построить собственную котельную, вот, они проектируют котельную, и меня инвесторы просят проверить, что там, как там, я смотрю, и они берут 95-70, это у них на улице минус 45 бывает, там, замерзало, я говорю, я не понял, а почему, температурный график-то такой взяли, 95-70, ну, что, а котлы какие купили, ну, вот такие котлы, ну, потому что котлы уже, все, подписали, контракты там, уже поставляют, я говорю, ну, и сколько котлы, смотрим, 135 на 50, я говорю, ну, и делайте температурный режим, 35 на 50, почему 95-70, а нам тех условий в городе выдали 95-70, то есть, вы представляете, локальная система теплоснабжения, которая вообще к городу никакого отношения не имеет, получает из городского хозяйства коммунального, где сидит клерк, извините за вот такое поведение мое, которого непонятно кто когда-то выучил, где-то, который знает, что такая температурный режим бывает, и он выдает тех условий, и все, и замучишься исправлять, я говорю, что смеетесь, вы миллиарды сейчас теряете, а потом жители будут терять миллиарды, потому что система неэффективна. Значит, это вот затравочка такая, вот мы в Москве все это имеем в том или ином виде, но на цифрах страшнее, в жизни может быть гораздо лучше, там меньше, не так страшно, но в крайних случаях это так, прошу дальше. Вот смотрите, мы сегодня имеем температурный режим там 90-70, ну сплошь и рядом в стране, жилое здание от центральных тепловых пунктов, где отапливается, потому что есть города, где все-таки 150-70, я для примера вам просто сказал, вот смотрите, вот то, что сегодня задавали вопрос, ребята, 90-70 и 90-50, вот есть жилое здание, ну скажем, у меня в квартире отапливается, отапливается наше здание 90-70, можно ли то же самое количество энергии передавать в мою квартиру, но по температурному графику уже 90-50, да, но при этом мне придется в квартире увеличить площадь отопительных приборов, ну на 30%, понимаете, да, и система станет эффективнее, насколько эффективнее, ну вот на 10% снизится потеря тепловой энергии, кто может кто-то гонит тепловой энергией, и если поставят частотный преображатель, то за счет уменьшения перепада давления 87, ну за счет снижения уменьшения перепада 87,5%, то есть в 10 раз меньше электроэнергии будет насос там на станции потреблять, если я в доме поменяю батареи, смотрите, какой экономический эффект, а мне зачем менять батареи, со мной кто-то поделится что ли экономическим эффектом, понимаете, почему ничего не работает, потому что инвестором должен выступить я, это я у себя должен батареи поменять, там по другому систему теплоснабжения внутри дома сделать, но экономический эффект полностью там, теплоснабжающих организаций, а у них же сейчас все хорошо, вот, ну, справедливости ради хочу рассказать вам одну вещь, когда я работал над книгой, над диссертацией, 7 назад, 5 может быть, я приезжаю в Киров и разговариваю с ними, что ЦТП надо сносить, с кировскими тепловыми сетями, что надо оставить ИТП, вот, и они мне говорят, Игорь Владимирович, ну, что, мы в прошлом году выходили к собственникам с предложением профинансировать снос всех ЦТП в городе, значит, и вместо них построить за счет станции, а я в свое время ищу ТГК-2 в Ярославле, потом сменилось начальство, не доработали до этого, подбивал на это дело, значит, они разработали инвестиционный план, то есть теплооснабжающая организация, снести все ЦТП в городе и поставить в каждый дом ИТП. В среднем у них, по-моему, 15 или 17 зданий на один ЦТП, ну, то есть, понятно, на весь город. Вот. Я помню на скидку там они говорили о том, что это в районе 250 или 260 миллионов рублей нужно было, чтобы выделил собственник это Кэсхолдинг Виксельберга, Виксельберговский актив. Они вышли туда и получили предварительное одобрение, что да, готовы дать деньги, потому что окупаемость проекта за счет вот этих, то, что я вам говорил, за 4,5 года все назад окупается. Для энергетиков 4,5 года окупаемость высочайше. Там 7,5 уже хорошо. А в мире работают 15, 18, в Советском Союзе 25 лет было нормально окупать инвестиции. И знаете, с чем столкнулись? Пошли они разговаривать с горожанами. Говорят, мы тут ЦТП хотим снести, надо ИТП поставить, а ИТП поставить собственники должны принять решение и тому подобное. И на этом все кончилось. Собственники сказали им там, вы давайте дешевле нам и больше тепла, а со своими ИТП идите куда хотите. В том числе, значит, и законодательство написано, я просто говорю, так написано законодательство, что даже когда встречаются здравомыслящие люди со стороны теплооснабжающих организаций, то есть там, конечно, хватает, но даже встречающие там, они ничего не могут сделать. Потому что законодательство не позволяет им принять решение там, вот даже с целями увеличения, повышения энергоэффективности системы. Проложим. Значит, вот мы много раз использовали термин энергоэффективность, но никто не задал вопроса, что такое эффективность в принципе, что такое энергоэффективность. Вот, но давайте все-таки, что такое любая эффективность, это отношение эффекта к затратам. Соответственно, энергоэффективность должна считаться, затратами должна являться энергия, а эффектом должно являться то, ради чего это все сделано. Ну, скажем, если мы говорим об эффективности горячего водоснабжения, то я должен получить горячую воду, вот, но при этом энергии должно, то есть я должен помыться, даже не получить горячую воду, а для чего она мне нужна, да, помыться, понежиться в ванных, вот, а при этом количество энергии должно и ресурсов снизиться. Ну, вы слышали, наверное, что сейчас современные там эти смесители душевые, да, они там льет вроде бы столько же, а на самом деле гораздо меньше, потому что там струйки тоньше сделали и там слышали, такое, что смесители меняешь и чуть ли не в два раза меньше начинает потратиться горячая вода. Плюс ставят такие на вот рукомойник такие сеточки, там такое специальное резиновое колечко, что если ты сильнее откроешь, он все равно сильнее не побежит. То есть там специальный ограничитель такой, что вы сильнее открыли, а она не бежит сильнее, то есть там 12 литров в час и все, и отдыхай. Такие вещи есть. Так вот, когда мы говорим об эффективности, энергоэффективности, то мы должны понять и получить понятную для всех систему, в которых мы будем измерять эту эффективность. То есть потому, что в попугаях, как говорится, я гораздо длиннее, помните, да, то есть, вот, чтобы не происходилось это, то есть мы должны понять, что с чем сравниваем, чтобы не получалась у нас эффективность, как сейчас. О, у нас дом класса энергоэффективности А, а у нас Б. Что такое А? Что такое Б? А, хорошо, отчитались, президенту доложили, выполнено. Вот, я не против классификации А и Б, но давайте, я хотя, как профессионал должен понять, что такое А, тут выясняется, нет критерий, там столько критериев, что вы утонете, там инженер не разберется, не то, что экономист. Прошу дальше. Лично для меня, человека, который разбирался с этим вопросом, если мы говорим об эффективности теплоснабжения здания, существует всего лишь навсего компания, два показателя, чтобы сказать, по теплоснабжению здание эффективно или нет. Один показатель выглядит очень просто. Сколько энергии потрачено на то, чтобы отопить в здании один квадратный метр на один градус. В этом случае, если мы берем вот такой приведенный показатель, мы можем сравнивать здание мое с соседним зданием, здание мое с моим же зданием январь-декабрем в разные времена года, можем сравнивать наше здание со зданием в Красноярске, в Норильске, в Казани или в Копенгагене, хоть в Хельсинки. Потому что такой показатель называется приведенный, я постоянно вот уже лет семь бьюсь на то, что вот такой простой показатель, и мы сразу понимаем, причем этот показатель ежемесячно легко высчитать, потому что у каждого здания есть квадратные метры, они не меняются, и у каждого здания, ну или почти у каждого есть показания теплощетчика за прошедший месяц, и мы эти показания теплощетчика делим на квадратные метры и делим на дельту градусов, то есть в помещении должно быть 20, на улице должно быть в этом месяце допустим было минус 10, делим на 30, получаем энергия на метр квадратный на 1 градус, если в следующем месяце будет 0, то мы поделим на 20 градусов, а минус 20 будет, поделим на 40, в таком случае если у нас придет завтра кто-то стеклить окна, или вот придет чудо технику вне вот вам как это сейчас инвестиционный контракт, давайте я вам поставлю, вы мне всю жизнь потом будете со мной рассчитываться, и вы не понимаете как посчитать, а если бы был вот этот показатель, то вы бы уже со следующего месяца увидели как изменился этот показатель, экономический эффект можно было бы привязать к этому именно этому показателю, потому что он объективен, а все остальное лукавое, это я вам ответственно заявляю, как человек, который кое-что понимает в формулах, лукавство там заключается в следующем, все эти замечательные формулы, которые используют проектировщики, они для них абсолютно правильно предназначены, а лукавство заключается в том, что они берут допустим формулу сопротивления теплопередачи вот этого окна, непосредственно вот этого окна, но берут то среднюю по сертификату на окно, а наше-то окно, оно же не среднее, оно именно наше, и его сопротивление теплопередачи может отличаться, и как минимум оно может отличаться, я думаю, что допуст 10% любой производитель скажет, а как же вы хотели, я же не могу абсолютно одинаково все их делать, и то же самое со стеной, то есть стены же разные у разных домов, это по проекту они одни и те же, а фактически, а фактически нет, я вот сейчас начинаю, встречается случай, начинаю разбираться, и пока еще не разобрался, но пока предположение, значит, дело в том, что нормы ужесточили очень сильно, я уже слышал некоторых ученых, инженеров, которые кричат, что нормы сегодня завышены, и проектировщики подделывают, потому что не проходят материалы, не получается дом вот той эффективности, которая требует, то есть материалы современные не позволяют сделать, и они там подрисовывают, грубо говоря, и получается, а дальше же расчет выполняют на основе этих, и уже встречаются случаи, когда там потребление фактическое на 30% больше, чем по нормативу, ну, по проекту, но это предположение, это пока не более того. Вот, и второе, это показатель эффективности транспортирования тепловой энергии, как я уже сказал, что потребитель определяет температуру уходящей воды путем определенного количества теплоносителя, которое проходит через его теплопотребляющую установку, то есть он может быстро теплоноситель у себя пустить, если откроет задвижку, да, и если прикроет, то медленнее пустит. То есть, соответственно, если мы переносим в одну тонну, ну, как вы помните, в Копенгагене в 4 раза меньше теплоносителя надо, вот это показатель как раз это показывает. Ну, и на нужды ГВС. Здесь как раз все очень просто, эффективность горячего, эффективность потребления горячей воды, это все-таки на человека, и здесь нельзя исходить, как в Советском Союзе, чем мы больше получаем, потребляем киловатт часов на человека, тем лучше мы живем. здесь такой показатель, скажем так, я считаю, 80 литров в день горячей воды на человека, это нормально, 50 это нормально, 25 это мало, а 150 это слишком много. То есть, должна быть некая золотая середина, все-таки ближе там к 50. Тогда это эффективно. Хотя, каждый волен сколько угодно. Это, знаете, как с колбасой. все мы понимаем, что колбаса не очень хороший продукт, но все мы ее почему-то едим, да? Все-таки благосостояние оценивающих колбасу. Ну и эффективность, показатель эффективности циркулизации системы ГВС, я по нем долго не буду говорить, но смысл следующий, я сегодня упоминал, что вообще мы пользуемся водой горячей довольно мало, и если мы посмотрим, сколько кубов прошло по подаче, тепло, горячей, горячего водоснабжения системы, и сколько мы разобрали, понимаете, да? Допустим, по подаче произошло 100 кубов, ну она же крутится там, а разобрали мы только 10. Это, безусловно, неэффективная система. То есть там, кстати, там есть норма строительная, как должно относиться количество разобранного к этой. У меня где-то есть в работе, где-то я упомянул. То есть вот это тоже показатель эффективности. Если у нас с вами 10 к 100, то система настроена неэффективно, и идут потери. Там, по-моему, должен быть коэффициент разбора больше 35 по СНИПу. То есть, грубо говоря, если циркуляция 100, то разобрать должны были 35. Или наоборот, если мы разобрали 35, то циркуляция не должна была быть больше 100. Эту систему нужно настраивать, потому что если оно там больше, как я уже вам говорю, а там бывает и 200 проходит по отношению к 10. То это значит, мы с вами там потери безусловно имеем. Это вот сразу. Можно не ходить дальше, просто идите меняйте этот показатель, потому что иначе мы неэффективны. Чем хороши именно такие показатели? Они очень легко получаются. Их может любой, грубо говоря, как-то допущен показаниям теплосчетчика высчитать, потому что они простые. И сразу сказать, вот здесь есть проблема. Понимаете, да? То есть, ну, как вот я вам сказал, ватт на метр квадратный на градус Цельсия. Дальше двигаемся. Ну, время-то не пересниживаем, все нормально? Еще есть? Вот. И эффективность транспортирования тепловой энергии. Основная беда у нас происходит, еще раз вам говорю, у нас в советские времена, как это ни странно, все-таки заботились проблемы эффективности производства энергии. То есть, ну, мы знаем все в автомобиле КПД двигателя, да? И мы можем иметь, представьте себе, мы имеем двигатель, который имеет КПД, допустим, 35%. Вот. И мы думаем, что у нас автомобиль хорошо поедет. Раз, а он плохо едет. Не надо ладать, почему он плохо едет? Начинаем разбираться, а у нас КПД коробки передач, там тоже есть КПД, она передает энергию. Оказывается, КПД коробки передач 72%, вместо 92%. То есть, остальное она переводит в теплое, там обогревает, что-то там внизу, понимаете? Вот, а машина и не едет. Ну, ладно, разобрались с коробкой, начинаем дальше. О, а у нас колеса 0,6 атмосферы. И опять, понимаете? Вот примерно то же самое мы имеем с вами здесь, в транспортировании тепловой энергии. Если производство тепловой энергии на электрических станциях, или на котельных, я категорический противник котельных, я считаю, что котельная имеет смысл только тогда, когда она пиковая. во всех остальных случаях нужно делать либо индивидуальное отопление, либо ставить тепловую электростанцию. И чем я бы занялся в первую очередь в стране, это я бы все котельные, которые существуют с централизованным теплоснабжением, преобразовал бы в электростанции. Ну, сегодня котлет электростанции маленькой мощности не проблема получить. Ну, скажем, у нас завод Малышлавцы Калужской области, там десятка двух котельных в городе, котельных, но ведь город же электричество потребляет, они же газ сжигают, газа, количество сожженное останется почти то же самое, понимаете, да, добавится электроэнергия, тормовая эффективность, станции резко повысится в тепловых. Значит, итак, у при транспортировании тот же самый показатель, количество энергии перенесено одной тонной, второй показатель, это показатель загрузки трубопровода, помните, у них 50 миллиметров, у нас 100, в два раза больше труба. Как вот это увидеть? Мы же не знаем, сколько там должна быть труба, да, нам расчет, так вот, через метр в секунду, а метр в секунду мы легко знаем, если мы знаем диаметр трубы, теплощетчик показал расход, мы легко посчитали метр в секунду. и мы с вами сразу узнаем, вот у нас трасса вот эта проложена вот к этому дому, правильно диаметр трубы или неправильно. Вот, но там есть показатели, инженер вам легко скажет, сегодня считается, что от полутора до один и восемь метров в секунду, это хороший, вот, самое оптимальное. Здесь тоже, выше уже плохо, слишком большое электричество понадобится, гидравлическое сопротивление преодолевать много, а ниже, тогда большая труба становится, ну скажем, 0,2 метра в секунду, у нас сплошь и рядом такие сети, трубопроводы. Вот, ну и еще один показатель, ватт на метр квадратный на градус Цельсия, это как вот в доме, в квартире было на квадратный метр, так же на квадратный метр трубопровода, теплоизоляция, хорошая она там или плохая. Вот, продолжим. Вот как раз пример вычисления называемых показателей энергоэффективности. Ну, потом можете ко мне обратиться, кого это заинтересует, кто действительно хочет научиться там это самим считать для себя. Ну, если совсем примитивно, я вам расскажу пример, у меня один хороший друг, как-то избрался главой администрации района и пригласил меня помочь разобраться с тепловыми сетями, у него районы и тепловые сети, по-моему, отапливает там что-то 21 поселок или деревни, по-другому называют, и что-то 27 котельных, что ли. Вот, и мы пригласили главного инженера, директора тепловых сетей, принесли цифры, которые я попросил, и мы взяли цифры и расписали. Вот, каждая котельная, сколько за прошлый год произвела тепловой энергии, и сколько она отопила за прошлый год в квадратных метрах. Ну, понятно, да, то есть. Взяли энергию, поделили на квадратные метры и получили энергию на квадратные метры. Ну, неприведенные градусы, как я вам уже говорил. Причем, обратите внимание, теплощетчиков не было, это по ихним расчетам, энергетиков. Ну, они же все равно, ну, неважные цифры. Он же нарисовал, ему же исправляли. Вот. Поделили, пожалуйста, проранжировали, я говорю, вот смотри, вот те, которые вверху, более эффективны, чем те, которые внизу. Вот он вот так вот подвел, жирную черту, сюда деньги даешь, только в том случае тратить, если это, ну, вопрос безопасности. А сюда даешь деньги, ну, там, насос поменять надо, знаете, как это все в хозяйстве, трубы переложить, говоришь, куда передвинется? Я деньги дам, глава района, на ремонт труб, куда по эффективности в следующий год передвинется вот это? Понимаете, да, то есть, управленцу же всегда надо знать, куда приложить инструмент. Так вот, пример вычисления, как раз вот то, о чем я говорил, а почему здесь красным, я подойду здесь, покажу. Вот смотрите, вот, есть зеленые, есть красные, есть серые. Значит, красные, это значит хуже, вот, из четырех домов, которые теплооснабжаются, вот эта вот, котельная, которая, она очень интересная, она снабжает четыре дома. Очень легко анализировать. Для четырех домов котельная построена. Вот. Вот это лучший показатель, это худший показатель. Метры в секунду, все, все, 0,2. Помните, я вам говорил, полтора, 0,2. То есть, везде вот такие трубы поставили, которые фонят. Дельты здесь просто страшные, ну, 27, это терпимое, в другом примере страшное. Вот ватт на метр квадратный, опять же, вот лучший показатель, и тому подобное, вот худший показатель, понимаете, метров человек, и так далее. И всегда можно сравнить, что-то подобие, понимаете, это эффективнее того, это эффективнее того, и тому подобное. Вот не А, Б на здании висит, да, а вот наше здание эффективнее того, вот таких-то цифр, и мы понимаем, почему это произошло. Можно следующее. Но, кроме, это вот мы говорили, энергоэффективность, но ведь мы же платим, помните, мы хотели бы платить, как я заявляю, там 90, а платим 180, или хотели бы 1000 за гикокалории, оплатим почти 2000. А как же здесь с ними разбираться? Где здесь эффективность? Здесь уже чисто экономическая пошла. А здесь тоже, как оценивать вот эти теплоснабжающие организации? Ну, для начала, если бы мы с вами знали, что колбаса у всех плюс-минус одинаковая, у всех заводов, да, по качеству, да, то мы бы с вами говорили, что и самое эффективное, с нашей точки зрения потребителя, конечно, завод, который дешевле всех ее производит. Правильно? Поэтому первое, это берем цену гикокалорий в среднем по стране, и смотрим, у кого ниже цена за гикокалорию в среднем взвешенном. Но это правительство должно делать, конечно, нам с вами это не удастся сделать. Моя диссертация посвящена именно методам, которые правительство должно, что должно делать правительство, чтобы в системе, внизу само улучшалось, понимаете, да? Не команды, вот вручном, поехал в Саиногорск, и там все стало хорошо. Понимаете, а потом поехал, а туда не поехал, и там не стало. Правительство не этим должно заниматься, правительство правило создает, чтобы везде сами люди спокойненько делали лучше, лучше и лучше. Вот. Так вот, смотрим и сравниваем сети. У кого выше средняя цена, он менее эффективный в наших глазах, чем у кого ниже средней. Здесь мы потом еще про ценообразование поговорим немножко, если успеем, конечно, я просто даже не знаю. Дальше. А обратите внимание, что показатель экономической эффективности стоимость первичной энергии к валовой выручке. То есть, первичная энергия, если мы имеем дело с газовыми станциями, то есть, сколько он потратил денег на газ и сколько он выручил денег. Понимаете, да? Газовая составляющая. Стоимость электричества к валовой выручке. Помните, мы говорили, что у нас насосы потребляют 64 раза больше электроэнергии. Мы ее здесь увидим с вами. Фонд оплат труда к валовой выручке. У всех, вот я считаю, у всех, ведь, энергоснабжающие, ресурсоснабжающие организации в нашей стране это монополисты. И мы хотели бы, чтобы монополисты, конечно, пускай они зарабатывают, пускай они достойную зарплату платят своим сотрудникам, пускай они вовремя меняют насосы, и пускай это все делается за наш счет, во всем мире всегда делается за счет покупателей. Но грабить-то нас не надо. Вот чего нам не нравится, что нас на самом деле грабят, и многие экономисты это знают, видят, и тому подобное. Так вот, чтобы мы все это видели, мы должны начать вот такие показатели, чтобы они нам выдавали. И мы бы тогда сразу понимали, куда у них деньги, куда они выводят. Понимаете, да? Потому что средний фонд оплаты труда к валовой выручке. Понимаете, да? Если у нас в стране средняя зарплата 35 тысяч, а у них 115 тысяч, мы имеем полное право сказать, ребята, не обалдели? Это как вот, почему народное предприятие там очень часто за границей для ресурсов, с направляющих организаций? Потому что народ акционера, они проголосуют, скажут, вы тут не обалдели по 115 тысяч платить, когда в среднем у нас в городе 35 тысяч зарплата. Понимаете? Энергетика вещь хорошая, конечно, но мы не энергетика, единая жив человек, как говорится. Надо же немножко артистам оставить. Инвестиции в валовую ручку тоже важная вещь. Через инвестиции выводят деньги, знаете как? Через ремонты самые большие деньги выводят. Вообще, три способа вывода денег, значит, это покупка ресурсов, то, что я вам сказал, стоимость первичной энергии газа в валовой выручке. Через это выводят деньги, через ремонты очень любят выводить деньги и через инвестиции тоже любят выводить деньги. Ну и прибыль. Без прибыли предприятие не должно работать. Любое предприятие, работающее без прибыли, должно рано или поздно разориться, оно съесть должно все деньги. Если мы, нам без разницы, разорится наша тепловая сеть или нет, тогда мы можем позволять им работать в убыток. Но если мы хотим, чтобы они нас отапливали и отапливали наших детей и наших внуков, то, конечно же, мы заинтересованы, чтобы они получали прибыль. Разумная прибыль, не сумасшедшая, это монополисты. Это Apple может позволить себе получать сумасшедшую прибыль, потому что я могу не покупать их продукцию. Правильно, да? А тепло, как мы знаем, нас просто вынуждают, принуждают. Да сейчас уже говорят, да уголовных дел, да, все, уже не заплатишь к тюрьму, пошли дальше. Значит, я вот немножко скажу. Итак, государство, что должно делать? Что мы делать, мы в самом начале с вами разобрались. Можем утеплить, можем это, но нам счет все равно принесут, какой захотят. Правильно? Вот. Ну, способов защиты не так много. Если нас даже зачастую к теплощетчику наводим в дом, не подпускают, то крайне тяжело защищаться. Вот, кстати, там еще специально вот эта система, сложившаяся через одно место сделанное. Вы обратили внимание, что показания счетчиков сдают, допустим, 22-го числа, 25-го числа? А расчет-то делают по первое. То есть, это они, значит, сели, представляете, работа, они сегодня сели и придумали, какая цифра будет 21-го числа. А потом, что они делают? А потом, в следующий раз, они эту цифру не мают. Что они придумали, потому что уже появилась реальная цифра. Делают пересчет. Ну, там же у них же это самое, рабочие места нужны. Представляете, сколько там сидит людей, которые вот пересчитывают, назад пересчитывают, вперед пересчитывают. А самое-то главное здесь какая прелесть. Вы приходите, первое число говорите, вы тут у меня показания такие, вы неправильно посчитали и тому подобное. Они говорят, вы рано пришли, придете через месяц, мы еще ничего не знаем, мы еще не пересчитывали. Понимаете? А через месяц вы уже с новой претензией приходите, старую забыли. В общем-то, у меня такое впечатление, что кому-то это надо, чтобы вот с этими расчетами был вот такой бардак. Первое, что должно быть сделано в стране, конечно, должно быть четко сказано быть. Показания и расчет должны выполняться с первого по первое. Ну, по последнее число включительно, да? Вот. А счет они могут выставлять там не раньше пятого. Ну, не успели посчитать. Ну, выставите двенадцатого счет, семнадцатого. Это же ваши проблемы. Понимаете? Они же чем оправдываются? Мы должны счет выставить пятого. Закон, они же специалисты. Они же громадные люди, они же законы сами. Я просто помню, как закон теплоснабжения пробивался, лоббировался. Они же специально это вносят. Сначала они внесли, потом они говорят, смотрите, внесено, надо исполнять. Все забота о людях, поверьте мне. Значит, итак, должна быть встроена понятная прозрачная система показателей энергоэффективности. Пока этой системы в стране не будет, пока будут непонятные никому классы А, Б, С, никто никакой энергоэффективностью заниматься не будет. Энергоэффективность идет только в том случае, когда появляется субъект, который заинтересован. Обратите внимание, эффективность с точки зрения меня меньше потребить, о, потребить столько, сколько мне надо, заплатить меньше. По эффективности с точки зрения поставщика наоборот. меньше, чтобы я потребил и больше заплатил. Поэтому эффективность это такая вещь, она обоюдоострая. Вот. И поэтому, если мы говорим об эффективности системы в целом, мы уже выяснили, что да, я батареи увеличиваю, у них эффективность улучшается, понимаете, да? То есть мы взаимосвязаны между собой. Так вот, если рассматривать эффективность в целом, то мы должны придумать систему показателей энергоэффективности, которая отражает вот эту целиком, и второе, мы должны создать условия, при которых тот, который выигрывает, ну, эффективность обоюдоострая, в конкретном случае, у кого появляется эффект, чтобы он мог инициатором быть, проводником этих мероприятий. Ну, как я уже рассказывал, в Кирове хотели эффективность повысить, но не смогли, им не разрешили. Стимулирующие талифы, о них мы еще немножко поговорим, это я просто чуть вперед заберем, стимулирующая система ценообразования, справедливая цена на энергоресурсы, тоже поговорим чуть-чуть. Ну, мы уже с вами разбирали, что вот мы, если бы с газа делали тепло, у себя в квартире было бы тысяча рублей, гикокалория, но это же бы справедливая была цена, правильно, да? стимулирующая налогообложение. Очень сильно развивается сегодня во многих странах, в том числе в Финляндии, в том числе в Америке, и в Дании тоже есть, насколько я знаю, значит, система на грязные технологии, на энергоэффективные технологии, налоги, налоги на энергоэффективные технологии. Иными словами, скажем, мы с вами знаем, что котельную делать это расточительно, надо делать электростанцию, тогда есть смысл централизованное теплоосложение делать. И что сделали финны? Они ввели налог на производство тепловой энергии на котельных. Они говорят, у тебя котельная? Все, плати налог за то, что производишь, продаешь тепловую. И все хозяева бегом побежали переделывать тепловые станции, котельные, электростанции. тепловые. Чтобы уйти от налога. И моментально за несколько лет у них, как таковые, котельные остались только пиковые. Фунды энергосбережения. Финансирование от стимулирующих налогообложения и инвестирование в энергоэффективность. Вот я завтра решил пойти навстречу наших тепловым сетям и увеличить у себя площадь батареи, чтобы снизить температуру обратки. Я за. Дайте мне денег в нормальной цивилизованной стране, в эффективной стране. Есть фонды, куда я прихожу, говорю, смотрите, я вот здесь придумал, благое дело же, я выигрываю, он выигрывает, все выигрывают. Им дают мне деньги, тем более они понимают, откуда я их отдам потом с экономией. Об этом еще поговорим. Ну и контролем соблюдено нормативных показателей. Вот у нас была первая система показателей, вот, и последняя, их нужно контролировать. Прошу следующий слайд. Метод стимулирующих тарифов. То, о чем я говорил. Дело в том, что если я увеличу площадь батареи, помните, да, у них повысится эффективность, у них будет эффект, они в деньгах выигрывают, а я-то ничего не выиграю. Вот метод применения стимулирующих тарифов как раз перераспределяет их эффект, они делятся кэшем со мной. То есть, понимаете, да, то есть, благодаря третьей, четвертой ступеням появляется. Вот этот, это в Дании. Именно благодаря этому они понизили температуру обратки. Никаких приказов они не делали, что обратка должна быть в 40 градусов. Вот этот температурный график, который у них по факту 120 на 40, даже на 38, он возник, благодаря внедрению вот этих стандартов. То есть, на 40 они перешли не потому, что там проектировщики снеслись, старые системы, построили новые. Нет, все естественным путем потихонечку в течение там нескольких лет люди перестроили системы, потому что это стало выгодно. Дальше. Отдельно кого заинтересует, я готов подробнее. Во-первых, я уже долго, я так понимаю, уже, да? Вот это очень важный момент. Я бы об этом хотел подробнее поговорить. В свое время, когда я написал эту работу, именно в этом, метод формирования справедливой цены, один из руководителей большой ТГК сказал мне, Игорь Владимирович, тебя обязательно пристрелят. Я начал спрашивать, стоп, я говорю, я никак не могу понять, смотри, это же выгодно, это и поставщику выгодно, это и тому выгодно, это и собственнику, инвестору выгодно. В чем этот самый, да, он говорит, стоп, я же, губернатора начну посылать. То есть ведь сегодня как губернатор как управляет отраслями? Ты же ко мне не придешь тариф утверждать. Мы с тобой поговорим. Понимаете? Детально. Ну, вы знаете, как тарифы утверждают? Ну, замечательно. Да. Если губернатор скажет, утвердить нужный тариф, то это комиссия, как и избирательная комиссия, как и все остальные комиссии. Губернатору? Вы не поняли? А, я объяснил, здесь подвох, я уже понял. Значит, дело в том, что энергетические компании дают работу тысячам, десяткам тысяч, неплохую работу и тому подобное. И приступает момент, когда эти люди должны идти голосовать, и тому подобное. И тому подобное. Вот. И тут руководство компаний, там, ЖЭК, безусловно, может оказывать на своих сотрудников влияние, а может не оказывать. Соответственно, он не оказывает влияние, если на него никто не оказывает влияние. И оказывает влияние, если на него кто-то начинает оказывать влияние. Вот тут он и сказал замечательную фразу. Я же с губернатором, как говорится, здороваться перестану. Мне же зачем губернатор нужен? Вот и все. Здесь как-то странно политический вопрос. Вопрос. Какие люди, как захотят, так и проголосуют? А твоих ядросов я здесь поганым и выгоню сразу за ворота. И ко мне не ходят, и не просят. А когда мы говорим о теплоснабжающей организации, то дальше встает вопрос. Кто ей тариф утверждает? И все становится понятно. Потому что если ей тариф не поднимут, ему нечего будет там выводить, не говоря уже о прибылях, убытках и тому подобное. Все очень тонко завязано. Не знаю, как ЖКХ работников загоняют голосовать или медработников. Все это известно. Ладно. Метод формирования справедливой цены. Под справедливой ценой следует понимать все-таки не только цена, которую мы бы хотели купить, но и цена, при которой в теплоснабжении работающие люди должны заработать достойную зарплату и должно хватить на покупку ресурсов и тому подобное. Не грабительская справедливая, значит и тех устраивает, и других устраивает. Но в условиях конкурентного рынка все происходит очень просто. Я не хочу покупать Apple, я купил Samsung, у него дешевле. Apple разорится, если будет слишком дорого продавать. В условиях монопольных наше государство сегодня заботится, чтобы нас сильно не обобрали, поэтому постоянно устанавливают тарифы. Но почему-то постоянно они увеличиваются, никак они не могут снижаться. Они только увеличиваются, увеличиваются, увеличиваются. Всегда находится оправдание. Ну, почему находится оправдание, я знаю, в том числе, потому что иначе, конечно, он же скажет, я не поведу людей голосовать. Итак, как государство разумное могло бы поступить? Дело в том, что есть такие понятия в некоторых странах, в Японии, я знаю, есть, в США встречаются рекомендованные цены. То есть государство не назначает цену, он рекомендует цену. А бизнес сам определяет, по какой продавать. Но уже одно то, что правительство сказало, я бы рекомендовала продавать гикокалорию за 1200 рублей, если правительство завтра такое скажет, да, официально. Вы же понимаете, что в самом городе, там, Саратов, есть люди, которые придут и начнут говорить, стоп, не поняли. Правительство сказало 1200, а вы нам тут 1700 пытаетесь парить. Обоснуйте. Понимаете, да? Уже одно только заявление серьезнейшим образом сдвинуло бы этот пласт. Потому что у нас почему-то считается нормальным, когда в городе Абакане там 1800 рублей гикокалория, а в городе Саиногорске 750. Понимаете? То есть разрыв в разы нормально. Абсолютно нормально. А ведь это не нормально, это гикокалория. Она одинаковая, понимаете? Это как килограмм сахара. Понимаете? Это как килограмм соли. Он, конечно, может от магазина к магазину отличаться. Но, извините меня, не в разы же. Это же даже не мясо, потому что оно там разное качество. Это гикокалория. Значит, если бы завтра государство объявило, правительство объявило предложение установить рекомендованную цену, как могли бы поступить мы дальше? Ну, я имею в виду, мы власть. Мы власть на правительство. Те, кто назначат у себя, ну, заявили бы, вот есть правила, объявили 1200 гикокалорий, да? А кто-то раз и говорит, о, а я 1100. Делаю, понимаете, да? Вот те, кто ниже рекомендованной цены, давайте к ним не ходить и не перепроверять их. Не важно, сколько они там выведут, важно, что они дали ниже средней, понимаете, да? И мы не будем их контролировать. Во-первых, контролеров станет поменьше, да? Их же тоже надо содержать, не забывайте. Каждый контролер, это все за наши деньги. Как Тетчер говорила, вообще-то никаких государственных денег не бывает. Есть деньги только налогоплательщиков. Поэтому это наше бабло, понимаете? Наше бабло, какие-то там инспектора ходят, эти реки и тому подобное, все считают, перепроверяют. Причем им конфетки дают иногда за расчеты правильные, там, там, и тому подобное. Мы же понимаем, как все это происходит. Так вот, в этом случае, ну, часть у нас с вами пошла бы сказала, а давайте никто меня проверять не будет, зачем мне это надо? Я их тут уволю, чтобы не смотрели, тех уволю. И в бизнесе он сократит многих бухгалтеров, потому что у него же там отделы целые сидят, которые готовят, чтобы доказать кому-то. У них всех, и он работает там, идите, зарабатывайте на биржу и вперед. У нас, что только делать не надо, импортозамещение, он стоит, ждет, когда заместит, что. Вот. А те, которые выше, а те, которые выше рекомендуют цены, давайте тех проверить. Но опять же, проверить, помните, показатели эффективности. Мы посмотрели, у них фонд оплаты труда ниже, чем в среднем по отрасли. Ну, что мы его будем перепроверять? Вот. А вот ремонты выше. Ну-ка, давайте показывайте, зачем вы тут выше ремонты делаете. Понимаете, да? То есть, мы сразу начинаем видеть, что проверять. Ну, это уже методика. Значит, экономисты прекрасно знают, налоговики именно таким образом выискивают предприятия, которые надо пойти проверять, потому что там ниже средних показателей или выше платежи, понимаете, да? Ну, вот, собственно говоря, дальше у этих, которые выше, анализируются показатели энергетической и экономической эффективности, доказывается обоснованность и утверждается план мероприятий. Мы же хотим, чтобы у них повысилось. Но обратите внимание, что происходит в этой ситуации. Тот, который сделал ниже рекомендованной цены, сам провел там бизнес свой, этот самый, мы же уже перестали контролировать его прибыль, он заработал больше денег. А если этот начал разоряться, который выше, но не может эффективность, он разоряется, тот его купит и проведет реформы уже со знанием дела. Таким образом, создается механизм естественной конкуренции в условиях монополизма. Вот о чем я всегда пытаюсь сказать, когда я рассказываю в этом методе справедливой цены. Давайте дальше. Мы подходим к заключению, после этого я готов еще там ответить на вопросы и тому подобное. Я выбил некоторые аксиомы централизованных систем, эффективность централизованного теплоснабжения. Ну, это я считаю их аксиомами, я считаю, что вот эти вещи, их просто нужно смотреть и выполнять. Смотреть и выполнять. И не рассуждать. Для меня это вещи, которые не просто доказаны, а они аксиомы, понимаете, да? Ну, понятно, что, собственно говоря, закон ОМА это не аксиома, да? При повышении напряжения падают потери, ну, падают потери электрической энергии при транспортировании. Точно так же и в этом. Поэтому аксиомы это с натяжкой. Конечно же, это, скажем, теоремы. Но, тем не менее. И вот. Ну, и это можно взять, скачать и прочитать, если возникнет тому подобное. Что-то здесь очень важно. Ну, это про температурные графики. Давайте, следующий, там есть что-то еще или нет? Нет. Программу мы прошли. Спасибо за внимание в этом смысле. Значит, давайте следующий садик. Следующая страничка. Значит, хочу обратить внимание, это мне несколько вопросов задавали. Я писал в свое время ряд ГОСТов, написанные, они утверждены. Это проекты законов, писал подзаконных актов. Вот один из таких документов, это методика определения платежа для отдельно взятой квартиры в системе теплоснабжения. Значит, вариант первый, когда установлены в каких-то квартирах теплосчетчики. Значит, я поясню, тут на словах есть там формула, там все такое написано. Значит, это тепловая энергия, потребленная всем домом. Ну, то есть, ку-здания. Ну, понятно, что оно, скорее всего, определено по показаниям теплосчетчика за период. Эта тепловая энергия условно состоит из четырех составляющих. Вот, четыре составляющих. Значит, одна составляющая – это сумма тепловой энергии по показаниям квартирных приборов учета. Ну, допустим, у нас 100-квартирный дом, в 27-м у нас установлены квартирные счетчики тепла. Понятно. А, соответственно, в 73-х и установлены. Так вот, сумма показаний 27-ми, вот, понятно, да, энергии. Это сумма показаний тепловой энергии по нормативам потребления в квартирах. То есть, у нас же есть какие-то нормативы потребления, если нет теплосчетчика в квартире, да? То есть, некие расчетные нормативы потребления пускай не будут. А это тепловая энергия, которая по проекту здания уходит на общедомовые нужды. Если мы откроем проект здания, то там всегда есть проектные нагрузки, и мы выясним, что на вот там жилые помещения, если там магазины есть, включая магазины эти, тратится столько-то энергии, а вот столько-то там уходит на подъезд, на крышу, на подвал. Ее можно волевым путем устанавливать, потому что вот я проанализировал в разных зданиях, она колеблется вокруг 0,35. То есть, ну, абсолютной справедливости не бывает, поэтому... ...мучиться с расчетами, платить сумасшедшие деньги за расчеты, и тому подобное. А это разность. Дело в том, что у нас есть вот эта величина, которую теплосчетчик вам показал, есть три величины, и понятно, что три если сложить, они никогда этой не будут соответствовать, потому что они, во-первых, не точно определены по нормам. Есть некая дельта. Дальше возникает только два вопроса. Как распределить? Здесь, понятно, определили счетчик, здесь, понятно, определили это. Как распределить вот эти две вещи? Ну, понятно, раз это общедомовые нужды, значит, между всеми по квадратным метрам. То есть, логика проста. А дальше возникает вопрос, как распределить вот эту величину. Ну, вот я абсолютно убежден, что эту величину, если она положительная, то есть надо платить, если она положительная, то ее распределять надо между теми, у кого нет теплосчетчика. Потому что у кого есть теплосчетчик, то нет. Измерить. А излишнее потребление, оно связано, безусловно, с тем, что кто-то открыл портички. Я рассказывал пример с соседним подъемом. А вот если она отрицательная, то есть положительная, то снизить платежи нужно как раз вот у этих. Потому что это именно ихними заботами, понимаете, да, то есть мотивирует нас. Это как раз случай потребления, когда в доме стоят теплосчетчики. Когда энергия изменяется в натуральных величинах. Киловат-часа, кикоголорий. Но еще существуют такие приборы, которые при вертикальной разводке стоят как распределители. Можно следующий? Там тоже есть. А, вот, вот. Да. Здесь немножко по-другому начинает выглядеть. Понятно, да, то есть? Просто немножко по-другому. Но тоже предусмотрен. Скачайте ее. Там все в формулах. Там в виде нормативного документа, по большому счету, я много раз рекомендовал управляющим компаниям или ПСЖ просто проведите общесобрание. И я убежден, что любые суды выиграете, что вы что делаете. Корректор и так далее. Кстати, а это не противоречит правилам предоставления коммунальных услуг? Вы же можете? Ну, во-первых, у меня на сайте точно это есть в каком-то виде. Пузник.у. Ну, напишите мне, я вам просто говорю, что это не подойдет. А, ну и я пользуюсь тем, что я выступал перед вами, перед ответами. Да, вы еще, наверное, пишете. Да. Значит, хочу представить, я сегодня вам говорил, что у меня показания на счетчиков прилетает в СНС, когда в день, или раз в неделю, раз в месяц. Это наша компания производит это оборудование. Действительно, наша компания производит, наша разработка. Это сделано в России, на заводе в городе Монославе. Это не питательство. Себо-счетчики? Нет. Себо-счетчики тоже. Значит, тут, когда я предлагаю суть в услуге. Бывают случаи, когда вы забываете снять показания на счетчиков. В день снятия показаний у вас нет, что вы уехали отдыхать или на дачу. Вы не хотите тратить время, вам удобно снимать показания. А, да. Ну, тут написано, я правильно на самом деле повторяю. То есть, речь идет об оборудовании, которое производит наша компания. Комплект оборудования Саяны поможет вам легко и своевременно получать показания счетчиков в электронную почту или СНС. Далее. Значит, какое нужно приобрести оборудование. Значит, у всех в квартире стоят счетчики. И у большинства счетчики сразу имеют выход, вот этот провод, который никуда не ведет. Вот для этого выхода счетчик импульсов домовой, 2А, к нему подключается счетчик холодной, горячей воды. И в квартире ставится УСПД Арсик, он стыкается в Эзернет, у кого есть Wi-Fi, понимает, о чем я говорю. Либо мостик, куда включается сим-карта, вставляется как в телефон. Значит, цены это рекомендованные розничные, соответственно, те, кто покупает больше 10, ну, многие целые дома делают сразу. То есть там уже 20-25% скидки и тому подобное. То есть. И подключение оборудования. Значит, счетчики подключаете к вот этому счетчику, симку вставляете в этот мостик, включаете его в розетку, заходите на сайт www.flatmeter.ru и, я думаю, что Facebook завести сложнее, чем подключить талли. Ну, просто там напишите, я такой-то, хочу получать, номер прибора такой-то, симка такая-то, передавать туда-то. Понятно, да, то есть? Вот. Появилась вот такая услуга. Ну, там всего я свою программу ищу, ПАУ даже перевыполнил. Поэтому готов ответить на какие-то вопросы, которые еще возникли. Да. Да. Наверное, вам надо самому прочитать, что это в Инстаграме 2.0. В СССР, как вы, 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 в СССР. Слава вы прочитайте. Давайте. Наслух это. Да, пожалуйста, я слушаю. Хорошо. Я вижу плохо. Это я вижу плохо. Слушай, хорошо. Ну, давайте вообще по вопросам пойдем. Стаценко, Людмила, вертикальная разводка, как добиться индивидуальных расчетов по показаниям распределителей? Какие перспективы? Если дом решил установить во всем доме, то, пожалуйста, это легко. А вот если отдельно взятые квартиры решили, то это невозможно. Точнее, почти все суды проигрывают. Дело в том, что жилищный кодекс говорит, что рассчитываться по показаниям приборов можно, но правительство, опять же, заботая о нас, с подачи некоторых ребят, я знаю фамилии этих ребят, сказали, если только все 100% счетчики в доме стоят, тогда можно рассчитываться по показаниям приборов. У нас сегодня в стране ситуация возникла, когда у людей ставили счетчики, представляете, вложили там тысячи рублей и тому подобное, а им сегодня говорят, а хватит, больше не будете по ним рассчитываться. Следующее, спасибо. Пускай вот Людмила мне напишет, я подключу юристов, вот в случае, если весь дом, без проблем. Спасибо. Уважаемый Игорь, в каком году делались расчеты по слайду 10 для города 100 тысяч? Ну, у меня на сайте есть точно написано, потому что там статья написана, когда опубликована, и это было в журнале «Энергосбережение», но на память, наверное, в 2010. Так, и вот... Или в 2011. Следующий... Ну, конечно, 106-105, это теория. А, все, даже не надо... Конечно, теория надо. А вот теперь считаете... Это даже не теория, это просто что-то надо было написать. Понятно. Следующий вопрос. Вы ответили на этот вопрос? Да, я знаю. Вот от Александра Прокофьевича Лощакова. Пожалуйста, у нас не будет, я и вам. По первому... Вы почитайте, да? Значит, или мне вслух зачитать? Нет. 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 Нет, ну, пускай пришлют я ему расчет. В данном случае произойдет при сохранении пропорции увеличения температуры внутри помещения. Мне кажется, это специализированный такой. Нет, ради бога, я ему отвечу, но там же нужно рассматривать не только внутри помещения. Энергия-то уходит на улицу. Если температура внутри помещения не росла, значит, изменилась дельта с температурой на улице. И тепловая потеря в любом случае увеличилась. Так, значит, я думаю, что вы вдвоем успеете. Конечно, конечно, Рубцовск. Я бывал в Рубцовске в Алтайском крае в году, наверное, в 96-м. Именно тогда я был в шоке, что у них в город тупиковая система ГВС подается. Ну, я знал случай, вот Радников Станислав обращается, 3 года до счетчика добраться не могу. Я знаю случай, когда людям по голове давали, извините меня, битой за то, что они к счетчику добирались. Поэтому, да, я знаю, я просто знаю случай, когда ТСЖ выставляла жителям показания в гигакалориях, а теплощетчик показывал показания в гигаджоулях. Понятен экономический эффект? 4,18, 4 с лишним раза. То есть, люди начали жаловаться на теплощетчик, его сняли, поверили, второй раз сняли, поверили, после этого я поехал разбираться. Приезжал разбираться и в процессе руганий, потому что, ну, я же виноват, я руководитель компании, которая производила теплощетчик, который показывает сумасшедшие деньги. Понимаете, да? И когда я начал, начали спорить, я говорю, что он показывает, я говорю, ну, вот, смотрите, вот, видите, вот столько-то гигаджоули. Какие гигаджоули мы гигакалории платим? Понятно, да. И тут все прояснилось. Только вы не поняли, это не теплооснабжающие организации выставляли счет. Это внутри дома распределяли показания теплощетчика. Игорь, а последний вопрос вот в этой рубрике. Да. Синим цветом. За насосы предъявили оплатить всему дому. Затраты на электричество. Видно, да? Значит, читаю всем, что было. За насосы предъявили оплатить всему дому. И затраты на электричество повысились. А реально пользуются только верхние этажи, и то по звонку. Вопрос. Без обратки электронасос нужен, а если обратка уже была, она без насоса неэффективна? Ну, знаете, это... Мне не нравятся такие разговоры. Значит, почему? Потому что это как разговор. Я вот живу на первом этаже, нафига мне нужна крыша? Ну, течет она и течет. Да меня-то не дотечет. Понимаете, но если мы с вами имеем дом, в котором 18 этажей, и я живу на втором этаже, мне лифт не нужен, это не значит, что я должен говорить. Если я живу в доме 18 этажей, это двухконтурная система подачи холодной воды, ну, давайте будем говорить, вот мне же не нужен холодная вода подавать, мне это на первый этаж, кто-то с этого разряда... Ну, не знаю, так нельзя. По-соседски надо понимать, что нельзя абсолютно вот... Ну, тогда в частный дом уходите, понимаете? Тогда все твое. А здесь некие правила общежития, здесь надо уйти от этого. Да, не нравится жить в многоквартирном доме вперед, землянку, потом хижину, потом одноквартирную баньку, потом виллу о 18-ти, и все, насосы, кстати, в одноэтажном доме тоже бывают нужны. Вот такая вот история. Вот давайте без этих... Нет, нет, я просто говорю, что мне нравится, потому что колокольчик... Правильно. ...почитать, это ведь... Правда, выяснится, что за расчеты нужно уплатить 1050, понимаете? Да? А тогда все можно почитать. Нет, я очень поняла. Обратите внимание, Игорь Владимирович, расход электроэнергии на подачу насосами вообще относится к содержанию и ремонту. Не, не в этом дело, а вы меня не поняли. Ну и откуда он это извлек? Я не поняла. А эти вопросы какие еще? Какие еще у нас вопросы? Или мы заканчиваем? Я сейчас смотрю, в зале есть вопросы у зала? Да, пожалуйста. Игорь Владимирович, вы не сказали, что есть в Москве даже где-то 10% было домов, которые имели верхнюю и нижнюю подачу тепла. Вот мой дом имеет, по-моему, нижнюю. Вот и эффективность на 5% ниже. Нет, вы некорректно сейчас говорите. Значит, то эффективность, которую вы где-то слышали по поводу, что нижний розлив на менее эффективен, чем верхний, относится к тому, что батарея площадью таким-то, она выдает ее эффективность на 5% меньше. Но с точки зрения, сколько теплощетчик подал на воде, столько вам и в доме будет. Эта эффективность не связана с деньгами. Это эффективность излучения. Понимаете, да? Ну, подойдите отдельно, я попробую вам по-другому пояснять. Дело в том, что это никак не связано. Если у вас в квартире тепло, просто проигнорируйте. Ну, дело в том, что у нас первые этажи были форточки открыты, а 12 этаж вообще ходили в валенках. Ого. И в Москве... Вот здесь тогда вы говорите о другом. Но если мы перевернем ее... Нет, дело в том, что это было где-то лет 8 назад, что на правительство Москвы подняли вопрос о переделке. Все дома Москвы... Да, правительство Москвы специалисты-чиновники. А я могу связи с этим со специалистами, которые вот в институте теплотехники, типа Ассасины и тому подобное, которых знает там весь мир и уважает. Я вот буквально 3 дня назад на выставке опять встречался с этими уважаемыми людьми, которые вам скажут еще раз. Значит, проблема в чем? Вы сказали, нижние этажи обогревались, а верхние замерзли. Перевернем, поверьте мне, получится наоборот. Верхние будут горячие, нижние будут замерзать. Проблема не в системе сверху вниз или сверху вниз, а в том, что в этом доме либо она разлажена, что внизу, вы правильно говорите, не знают, куда сбагрить тепло, а вверху не хватает. Либо ее просто не хватает. Бывает и такое, когда не хватает энергии. И проблема не в том, что менее эффективна или более эффективна. Нет, просто по закону физики, теплоноситель, когда... По закону физики, любая жидкость бежит в сторону перепада давления. Понимаете? По закону физики. А то, что остывает, это забудьте. Там остывает, извините меня, 0-0-0, две атмосферы, понимаете? А насосы дают там 4. Да не, 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 не. Представьте, ну, не тратится. Если осталось, подойдите потом, я вам просто нарисую, вы поймите, что это никак, это другая эффективность, то, что вы слышали. Игорь Владимирович, выход в любую систему настраивать выход. Я хотел спросить в отношении, вот у всех у нас в платежках стоит норма потребления теплоослабжения наших квартир в гекокалории. Гекокалории это что? Тысяча калорий, правильно? Ну ладно, там тысячи, миллион, да. Да, да. Ну нет, я почему там 4, так сказать, 4 единицы и идет 3 ноля там. Но в платежках, значит 4 единицы, а в платежках у нас стоит ноль в платежках. И идет дальше не 3 цифры, а 6 цифр идет. Вроде бы они хотят точнее с вас деньги взять. А я считаю не точнее, вот как вы считаете, я считаю не точнее, а чтобы с нас побольше вытянуть деньги. Да, ну перестаньте, как раз побольше, это если они начнут округлять. Правила округления бухгалтерии всегда в плюс. Если они поставят 3 цифры, они точно будут больше. Я почему говорю об этом, потому что у меня как-то по кубических метрах, кубических метрах, кубометрах, я подаю показания, кубические метрах и метрах. Не надо везде видеть подвох, поверьте мне. Зачастую им так, мы вот сегодня рассматривали ситуацию, в прошлый раз мы встречались здесь, сегодня принесли платежку. И мы по платежке посмотрели, перепроверили, выяснилось, корректно делают. То есть было подозрение, что некорректно делают. Сегодня все разобрали, нет, они корректно все считают. Ну не всегда это так, а чем больше цифр считает бухгалтер, тем лучше на самом деле. У меня кубометры, на горячей, на холодной воде, кубометры считали, значит, кубический метр, после кубических метров идут литры, 3 цифры. А мы писали 4. Когда посчитаешь, выходит на 10, на 15 копеек цена больше. Они мне заявляют, вам что, вернуть эти копейки что ли? Я говорю, верните. Ну вы поймите, брали. Я в данном случае не понимаю примера. 10 копеек для меня ладно, а на весь дом сколько в карман себе положил? Очень прилично. А нет вопроса. Вот я об этом и говорил, как, обсчет это или не обсчет, вот я. Не думаю. Кто? Игорь Владимирович, значит, нормальный человек, который потребляет тепло, он не знает ни законов гибернолия, ни законов ОМА, а он хочет понять вообще, так сказать, насколько эффективна настроена его тепловая система. Значит, исходя из того, что, в принципе, можно получить от управляющей организации, это потребленное тепло ежемесячное, да, мы не будем говорить относительно того, что, так сказать, вот они там 26 число, там снимают 27, там вот это вот мелкие махинации, хотя, может быть, они не совсем мелкие. Ну, предположим, управляющая организация дает, значит, ежемесячное и годовое потребление, так сказать, вот дома в целом, значит, по общедомовому счетчику. Возникает вопрос, как, так сказать, в процессе вот ежемесячного потребления нормального человека, я повторяю, без всяких, так сказать, знаний, там каких-то, так сказать, мудреных законов, понять, насколько эффективна настроена его система. И, значит, какие документы, в каком виде управляющая организация должна давать собственнику по его обращению? Ну, управляющая компания должна собственнику давать все, что собственник потребует, потому что, я прошу прощения, вы говорите сейчас частно об отдельном взятом, но собственник с управляющей компанией подписывает договор, в момент подписания договора управляющая компания может потребовать все, что она хочет и тому подобное. Это юридически. Как на самом деле мы понимаем. Смотрите, то, о чем вы говорите, выглядит как пример, который я рассказывал про главу администрации, который избирался, который ничего не понимал в теплотехнике, и не надо было ему дальше понимать. И это выглядит, вы помните показатели, я вам говорю, метр квадратный на градус Сельсия, энергия на метр квадратный на градус Сельсия. Если мы говорим об эффективности теплоснабжения в вашем доме, то, как минимум, вы всегда, каждый месяц можете сравнивать эффективность теплопотребления по отношению к самому же дому в прошлый период. Сейчас я вам расскажу. Итак, вы можете сейчас прийти и получить показания теплосчетчика, допустим, за последний год. Сколько в доме квадратных метров, вы легко посчитаете, без меняя, здесь вам не нужно. Вы можете даже посчитать просто ножевые квадратные метры, они же не будут меняться. Вам главное, вы же не сравниваете с другими домами, вам тренд увидеть у себя в доме. А третий параметр, в доме вы всегда берете и температуру плюс 20, потому что это тоже, опять же, условный параметр. А на улице, где доме центра, обратитесь, и средние температуры, среднемесячные, вам дадут за прошлый год и тому подобное. И вы уже сможете себе сделать статистику за предыдущий год, энергию на метриквадратных градусов 7. И вы увидите, как она менялась от месяца к месяцу. Если менялась, в идеале она не должна меняться, в идеале она должна быть ровная. Если дом эффективный, то она должна быть ровная. Если вы в доме провели мероприятие, он стал еще более эффективным, то она должна снизиться. Количество энергии должно снизиться на метр квадратных градусов Цельсия. А если его вот так вот колбасит, то это значит, либо в дом загоняют больше энергии. Понимаете, да? То есть, а ведь ситуация какая? Если в доме не 20 градусов, а 23, значит, загнали энергии больше, вы увидите вот это колбасение. Вот через вот этот параметр вы легко можете каждый месяц смотреть, насколько эффективно отапливается дом. И четко будете видеть, что его вот так вот будет бросать. Вот если автоматика правильная, система теплооснабжения правильно настроена, то это должна быть прямая линия. Не важно, сейчас сентябрь или декабрь, ватная метр квадратная градуса Цельсия отопительная система должна потреблять всегда примерно одно и то же. Можно спросить, да? Игорь Владимирович, у меня вопрос. Вот общедомовый прибор учета воды и общедомовый автоматический узел управления, это одно и то же? Нет, конечно, абсолютно разные вещи. Счетчик воду не льет, он ее только считает. То есть это официальное юридическое понятие общедомовой прибор учета? Конечно. Спасибо. Так, Игорь Владимирович, вот эти вопросы тут еще. Ваше мнение о величине нормативов отопления, о которых вам известно, близки ли к оптимальным? Я слово оптимальное в данном случае не понимаю. Нет, все нормативы, еще раз говорю, берутся из проектных нагрузок, оттуда ноги растут. Или другой вопрос. От затрат, когда теплооснабжающая организация проводит другую политику. Ведь что такое сегодняшняя современная система теплооснабжения города? Она мне напоминает склад или магазин, на который с одной стороны завозят товары, неизвестно сколько. После этого этот товар перерабатывают, неизвестно сколько готовой продукции появляется. После этого готовая продукция распределяется между жителями города, кто сколько надо, столько взял. И после этого придумывается механизм, как взять с жителей города денег, чтобы хватило рассчитаться с поставщиком и хватило на зарплату, которые работают в этом цеху. То есть система абсолютно разбалансированная, поверьте мне. В ней черт ногу сломит. И беда в том, что там еще много вот этих подводных камней. Там типа учет делаем по первое число, но показания счетчика снимаем 24-го. И придумываем, какие же они будут 25-го, 26-го, 27-го. А потом их перехидываем. У меня два вопроса. Первый заключается в том, что когда я управляла домом, мы определили 25-е число и считали с 25-го по 25-е. И это не мешало нам выдавать. Мне мешает, я же успевал по первому. Вы, может, дослушайте меня, да, Игорь Юрьевич. А остальные все цифры получали по первое. Это просто здесь, в Москве, это злоупотребление просто самое нейтральное. На любую удобную вам дату можно назначить вот этот месячный объем. Причем на каждый вид поданного можно назначить на любую. Это не составляет никакого труда. Но вот это злоупотребление, мне кажется, в Москве. Но я не могу... Если можно злоупотребить, то... Да. Потому что мы не требуем. И вот я вот что не понимаю. В смысле расчетов, которые вы говорили. Смотрите, в нашей столице вместо того, чтобы мы получали платежки по реальному потреблению, ну и, соответственно, будет иметь вид этой самой удава в шляпе у маленького принца. Помните? Ну, значит. И что предполагает планирование расходов вообще в домашнем хозяйстве? Ну, типа зимой много платим, а летом нет. Ну, летом почти не платим. Мы имеем раскадровку на 12 месяцев. И у меня связано с впечатлением, что и потребление в гигакалориях просто разбито ежегодно. Общий объем. На 12 приблизительно равных частей. И я не понимаю, как их сопоставить с реальным потреблением в реальном месяце. То есть эта система... Вот я не понимаю, как действовать. Я могу рассчитать, получив, взяв в интернете... Вы же не вопрос не задаете? Нет, я вас спрашиваю. Я не понимаю, как это делать. А что вы спрашиваете? Тут многие не понимают. Я понимаю только одно, зачем это все придумано. Все забота о людях, поверьте мне. Но даже вам спрашиваю... И все замечательно забота о людях. Я без мысли о народе не могу прожить и дня. Да, но вы же рассказывали про граждан, которые отказались от эффективного решения их проблемы, потому что жаба душила. Здесь же, когда людям говоришь, что надо переходить на систему реального этого санвала... А разве от любви что-то зависит? Нет, но это решение общего собрания, к вашему сведению, вообще-то. Но у нас это... Вы говорите за Москву. Нет, я говорю по конкретному дому. А по конкретному дому, пожалуйста, это действительно решение. Но тогда вопрос же не в этом. Общее собрание может как угодно решать. А это вопрос взаимоотношения с поставщиком ресурса. Если я, как поставщик ресурса, говорю, мне вот как вы будете деньги собирать там внутри, глубоко, без разницы. Мне на воде в дом есть теплощетчик. Вот он посчитал в январе 16 гикокалорий, будьте любезны, отдайте мне там 32 тысячи рублей. Правильно? Да. А вот он в июне посчитал 2 гикокалорий, ну только 4 тысячи. Понимаете, да? Вот на мой взгляд это справедливо. И это понятно, и это разумно. А когда заботой о людях кто-то придумывает, что давайте мы 32,4 сложим, разделим и будем ежемесячно собирать. Можно это делать? Можно. Но только тут уже черт ногу не сломит. Попробуй потом разберись. Когда с тебя и кто посчитал по среднему, и как посчитал по среднему и тому подобное. На самом деле подобный метод существует в Германии в некоторых случаях. Люди платят авансом, а вперед. Потом проходит год, делают перерасчет и либо зачитывают, либо отдают назад. Но, знаете, когда евро и вчера евро, и завтра евро, и через год евро, то вроде бы так было бы неплохо, да? А когда сегодня с меня берут летом денежки, которые в евро пересчитать одни, а через полгода они уже другие, то мне как-то и не нравится вроде бы такая система. Я привык платить за свое вот тогда, когда я взял. Понимаете? А не через год или не на год вперед. Как-то мне не нравится из-за этого. Но это мое сугубо мнение. А вопрос в чем? Сегодня законодательство позволяет делать и так, и так, как угодно. Но, насколько я понимаю, отдельно взятый дом ничего не может сделать. Это вопрос взаимоотношений теплооснабжающей организации с управляющей компанией. Да нет, но мы же определяем условия работы, управляющего нет. Это возможно. В чем здесь управляющая компания? Ну так. То есть, со снабжающей этой организацией вы должны рассчитываться перед ней? Или вы с ней перед ней рассчитываете по показаниям типа? Я рассчитываюсь, к сожалению, по закону с управляющей организацией. Нет, это вопрос сейчас налицо. Управляющая компания рассчитывается с снабжающей организацией. И что? Ну, если управляющей компанией, подписан договор с ними рассчитываться по показаниям счетчика, а не средние за год, то она должна собирать в этом месяце по показаниям счетчика. Или иначе где она провинансирует, где она не провинансирует. Эти договора, собственно, сложно получить, они типовые, кстати, сказать. Нет, это не важно. Я просто говорю вам, когда вы говорите, я хочу вот так, а я вам говорю, а здесь кроме вашего хочу, еще есть вот там хочу. Это вопрос договоренности. Я про это и говорю. Нет, ну это мне понятно, я могу сказать, что платить за прошлый год, это большего бреда, трудно себе представить, и ничего. Ну, граждане же этого совершенно не понимают. На мой взгляд, должны быть упрощены. Чем проще будет система, тем проще в ней будем разбираться. А, чем проще, и любые, вот самые большие проблемы, вот которые я вижу сегодня, и в ЖКХ, и в энергетике, это сложности непрозрачности. Непрозрачность возникает везде, где сложно. Вы же понимаете правильно, что есть задача с двумя эксами, ее может решить 98 человек из 100. Есть задача с тремя эксами, ее решает уже 40 человек из 100, задача с 5 эксами, ее уже решает 2 человека из 100. Вот вам. Прозрачность появится там, где будет простота. Если у нас расчетный месяц может быть в одном доме с 20 по 20, в другом с 23 по 23, в четвертом с 1 по 1, слава богу, с 29 по 29 не бывает, да? Или там с 30 по 30. А так-то, в принципе, умники могут найти все такие сделать вещи. Что получается? Я живу, у меня здесь квартира, у меня, допустим, дочь там квартира, у меня мама с папой, им надо помочь разобраться в другом месте квартира. И в каждом, и все по-разному, понимаете? Что нельзя сделать всем календарный месяц, с 1 по 1. Тем более, дальше же возникают вот эти разрывы, из-за которых невозможно разобраться. Значит, с теплоснабжающей организацией рассчитывается по показаниям теплощетчика с 1 по 1. А с нас собирают деньги с 25 по 25. А как они знают, что 25, что будет показания на первое? То есть, понимаете, возникает некая коллизия, фантазии и тому подобное, в которых разобраться невозможно. В которых, например, а для этого единого перерасчета, вы пойдете пытаться разобраться с перерасчетом, вы там тоже ничего не поймете. Евгений Владимирович, еще три вопроса, мы просто выходим, выключаем, и давай дальше можем беседовать. Значит, синим цветом Чаперегин Зинаида Николаевна. Управляющая организация по факту не является ресурсоснабжающей, только арендует у города теплосети, но при этом с нас берет в 2,5 раза дороже, чем стоимость производителя ресурсов. Правомерно ли? Не, коллеги, по поводу правомерности, это в суд. Я же сегодня про ценнообразование говорил, здесь вопрос не правомерности, а здесь вопрос в том, что мы готовы платить, но почему вы нас грабите? Вот же вопрос. Давайте мы определимся, конечно. Почему их не грабить? Ну, ну, ну... Ну, почему нет? Следующий вопрос. По показаниям теплосчетчика, знакомый экономист пришел к выводу, что нам предъявляют меньшую оплату, чем... Так, друзья, у нас вообще еще не закончилась лекция. Давайте еще три вопроса наберем стерпение ответим, выключимся, и дальше будем беседовать. Ну, я вижу, не будешь же работать в ущерб себе, ну почему нет? Я частенько работаю в ущерб себе, когда особенно ошибся в расчетах. Так, вас... Ну, там, возможно, ошиблись в расчетах, но нам предъявляют меньшую оплату, чем мы потребили на самом деле. Бывает такое? Да бывает. Почему? Бывает. Не, нарадоваться тут нечему. Дальше, что делать, если УК делит потребление только на жилые, игнорируя нежилые помещения? Судиться, конечно. Ребята, вы меня извините, но в данном случае я, как это ни странно, могу сказать всегда. Только судиться. Ну, потому что существует какой способ? Судиться, выбрать власть, которая будет слышать, взять вилы. Да, ну... Я просто объясняю, но вы поймите правильно. Значит, есть у гражданинов несколько способов. Значит, а, выбираем власть, б, идем в суд, отставим свои права, и третье, как там в Конституции сказано, прямое, как это, не, не, там, как там, напрямую может управлять государство. Ну, вот сюда. Да. В каком регионе или населенном пункте Российской Федерации наиболее эффективно организованы типоснабжения, включая взаимодействие энергетиков, администрации и потребителей? Есть такое вообще город чудо? Нет. Значит, коллеги, если мы, друзья и коллеги, и граждане, если мы не определили, что такое эффективность, то сравнивать мы можем только в попугаях и в обезьянах. Я уже говорил. Понимаете, да? Поэтому в Абакане тепловые сети были, конечно, гораздо богаче, чем в Саиногорске, когда я туда ездил, вот лет пять назад, я работу делал, как раз писал, и сравнивал то, что я цифры сегодня привез, там в два раза дороже было. Тепловые сети были гораздо богаче, у них там и зарплаты были, и не задерживали, и все замечательно. В Саиногорске, наоборот, в этом Саиногорске народ платил в два раза меньше за тепловую энергию и был счастлив. Понимаете? Поэтому все такое эффективность. В чем измерять будем? Поэтому я не понимаю. Пока страна не знает, что такое эффективность, сравнивать бесполезно. Один считают в попугаях, другой в обезьянах, а третий в чем-то мы еще измерялись. Ну и последний вопрос, кажется, вы на него отвечали, я даже его зачитывала. Какие способы на снижение Т2 есть? У нас по УУ средней Т2 55. Значит, смотрите, когда мы задаем конкретный вопрос, мне бы лучше, когда задавался вопрос, зачем, что мы хотим получить. Ведь разве есть цель снизить Т2? Такой цели нет. Мы хотим там снизить оплатеж, мы хотим там повысить температуру в помещении. То есть цель какая снижение Т2? Вообще Т2 в классической системе теплоснабжения снижается путем снижения расхода теплоносителя. Я уже отвечал. Потому что снижается расход теплосъем, он тоже немножко снижается, но время съема увеличивается, соответственно, больше остывает вода. Ну, понятно. Представьте, ведро воды поставили и унесли. Если вы его поставили на 10 минут, оно упало на 5 градусов температура. А если вы его на полчаса и через полчаса унесли, оно упало на 15 градусов. Так же и здесь. Если вода медленнее побежала в батарею, то значит она будет больше остывать. Ну, все. На этом, я думаю, уже все. Мы заканчиваем. Коллеги из региона, спасибо за внимание. Запись у вас будет буквально завтра, постараемся сделать. Последние две записи заняты в школу активного горожанина. Всего доброго. Да, до свидания. Все малышки. Спасибо. Продолжение следует...